Мой коллега Василий Пургин, он старший инженер поддержки продаж в нашем управлении. Он мне будет помогать показывать, собственно, демонстрацию. Демонстрация у нас тоже будет. Про себя я сказал. Первое, да, сам вебинар у нас сегодня больше технический, то есть мы рассчитываем на то, что он будет интересен системным специалистам, инженерам, и он сегодня у нас направлен именно на тему нетворкинг. Это значит, что мы сегодня не будем говорить о секьюрити, который тоже есть в нашем продукте, является очень большим его блоком. Мы сегодня будем говорить именно о сетях. Длительность вебинара полтора часа примерно, там зависимость от наличия, количества вопросов, и как мы быстро все это расскажем. Содержание – это первая часть, большой блок теории, потом мы покажем демонстрацию, потом еще теорию, еще демонстрацию и ответ на вопросы. Запись будет доступна, я так понял, вопрос такой же был. Ну, собственно, как быстро ее обработают, да, ну, можно не скриншотить, все, что мы покажем, все будет в записи. Кому будет нужна презентация, пишите, презентацию тоже пришлем. Значит, вопросы все можно задавать в комментариях. Это справа на вашем мониторе, должна быть кнопочка коммент, ее можно развернуть. Пишите туда любые вопросы, которые у вас в голову придут, и мы постараемся на них на все ответить. Ответ на вопросы будут в конце. По содержанию сегодняшнего вебинара начнем с подходов к реализации. Вообще, мы как разработчик из дивана подходили к некоторым вопросам реализации. К отходу мы брали идеи, да, и что мы использовали в процессе. Мы будем говорить об отказоустойчивости, то есть какие отказы вообще бывают, как мы их нивелируем, и, собственно, покажем эту демонстрацию. Потом маленький еще кусочек теории про измерение качества, демонстрацию про качество, ну, и заодно покажем пару новых возможностей. Значит, подходы к реализации. Вообще, когда говорят об из дивана, да, мы, там, если просто попытаться это загуглить, у нас очень много маркетинга сейчас всплывает, да, всплывает большое количество терминов, которые сходу не всегда означают то, что написано, собственно, в названии термина. Поэтому, если начинать рассказывать об из дивана, да, не очень хочется начинать вот с терминов, да, больше хочется, несмотря на то, что в каждом из нас терминов, естественно, есть какая-то доля истины, доля реальных технологий, да, но чтобы, как бы, специалисту разобраться, а что именно здесь нового по сравнению с тем, что было, мы решили все-таки пойти другим путем и рассмотреть жизненный цикл сетевого оборудования с точки зрения подхода из дивана, но, как если бы, мы брали обычную стандартную сетевую железку и пытались вот по ее жизненному циклу идти. То есть мы говорим о том, что если у нас есть сетевая железка, обычно мы сначала ее должны как-то настроить, да, в из дивана это называется ZTP, Zero Touch Probe. Дальше мы обычно настроим там какие-то первичные параметры авторизации, антификации, чтобы мы могли как-то управлять, собственно, протокол настраиваем, которым мы будем ее управлять, говорим о настройке, ну, собственно, сетей. Я сейчас расскажу, почему они здесь по-разному называются. Говорим про какие-то технические вещи там, да, ну и так далее. Криптографию, вилей, динамические переключения, ВНФы, и что будет дальше, когда мы сеть уже развернули, и что нам с этим делать. Значит, про ZTP. Ну, просто я подряд буду сейчас по каждому термину говорить, что было в традиционных сетях, да, что теоретически вообще, какие технологии поддерживались, что сюда принес SDIVAN, какие отличия, да, и, собственно, потом на практике еще будет отдельный слайдик по каждому из этих тем, а что реально используется. Значит, что было в традиционных сетях по ZTP. На самом деле ZTP – это не новый термин. Мы с Zero Touch Probeer делали в традиционных сетях и мили. То есть есть даже там, по-моему, есть даже какой-то RFC на эту тему. Но суть не в этом, да, есть определенный сложившийся концепт с Zero Touch Provision, там, сетевых железок. Она поддерживается каким-то производителями. Она заключается в том, что у нас есть CPE-шка некая. Не знаю, попробую даже сейчас отмечать на слайде, о чем я говорю. То есть есть CPE-шка, она подключается к какому-то оборудованию, и нужно, чтобы вот здесь на интерфейсе работал DHCP. Если это происходит, то у нас железка перерисылает на DHCP сервер запрос. Там DHCP сервер как-то его отрабатывает, пересылает ответ. Там будет ссылочка на TFTP или на HTP. И после этого вторым этапом с PES-шка идет обратно на TFTP, скачивая тут конфигурацию. Ну, вот такой процесс он описан. Понятно, как его имплементировать. Но в нем, конечно, есть куча проблем. То есть, во-первых, это отлично работает в СОДе. Во-вторых, это отлично работает в СОДе, но это очень плохо работает в сети интернет. Потому что DHCP, во-первых, не поддерживается по умолчанию большинством операторов связи. То есть обычно выдают статики все-таки. И это на статиках работать не будет в принципе. Либо даже если вам оператор связи по вашему просьбу DHCP настроит, то это не факт, что все транзитные операторы вам запрос пропустят. Потому что может быть включен DHCP и снупинг и так далее. И по итогу в СОДе это работает отлично. Много кто это использует. В реальном интернете с этим достаточно тяжело. Ну и, естественно, это совершенно небезопасно, потому что ничего из этого не шифруется. И что вам в итоге прилетит, не всегда понятно. Мир из дивана принес здесь несколько подходов. То есть есть вендоры, почему написано USB зачеркнуто, я, наверное, с него начну. Есть производители из дивана, которые говорят, что у них есть ZTP по технологии USB. Это значит, что есть некая конфигурация, которая выгружается на флешку, вставляется в железку и это вот ZTP. Ну да, я его зачеркнул, потому что это было всегда. Мы могли скопировать конфигурус со флешки, наверное, уже лет 20 когда. Поэтому нельзя сказать, что из дивана это принес. Да, это было и просто есть. Но есть две новых технологии, которые пришли вместе с диваном. Это DNS-based ZTP, URL-based ZTP. В чем разница? Значит, тут нарисованы URL-based ZTP, но если бы это был DNS-based, о чем речь? Это значит, что ЦПЕ-шка включилась, и она просто шлет некий DH DNS запрос на какой-то DNS сервер. DNS сервер ей известный, стандартный, тот запрос, который прошит в каждой ЦПЕ-шке. Например, там, ZTP-vendor.com. ZTP-vendor.com должен существовать просто в интернете. От этого, ну, собственно, вендор присылает ответ, что вот для твоего серийника, да, вот есть такая конфига. Ну, собственно, проблема какая? Это должен быть обязательно интернет, во-первых, да, потому что не в интернете нужно будет эту инфраструктуру DNS серверов и, как бы, ну, домен на Vendor.com, как бы, воспроизводить у себя, да, влепение. Вот вторая проблема, что это означает, что у нас всегда есть единственная точка входа, да, вот это DNS сервер и инфраструктура ZTP. И третья проблема, что для того, чтобы запрос, в принципе, первично прошел, нужна бы хоть какая-то вот здесь настройка, да, хоть какая-то, хотя бы DHCP, чтобы работал, чтобы CPI-шка могла этот DNS-запрос сформировать. Вот, поэтому подход неплохой в том случае, если мы, может быть, уверены, что это точный интернет, и нам оператор может предоставить, ну, полноценный рабочий DHCP там сразу. Значит, но есть второй подход, такой более, надо ждать, универсальный, это URL-based. Суть здесь в чем? То есть, вот URL-based подход, разумевая, что у нас есть на площадке хоть какой-то человек, любой, который имеет компьютер, телефон, что угодно, с чего он может подключиться к CPI-шке, кабелем или Wi-Fi-м и просто ткнуть на ссылку активации, которая ему в Telegram пришла. То есть, там, в почту, куда угодно, сюда вот на площадку прилетает ссылка, мы на нее кликаем, и этого достаточно, чтобы CPI-шка активировалась. Это как бы, как бы, получается, не совсем ZTP, это как бы OneTouch все-таки нужен, клика, да, но мы его все называем ZTP, потому что это, ну, тут не нужен никто специализированный, да, то есть совершенно там, кассир это сможет сделать. Вот, и логика в том, что прямо в самой ссылке первичные настройки уже вшиты. CPI-шка уже знает, какой IP-шник вот сюда настроить, в ссылке написано, куда коннектиться, где находится контроллер, и это работает отлично даже внутри NPS VPN, если это требуется. Вот. То есть, мы идем по подходу URL-based ZTP, но, да, раз уж мы говорим о технологиях, в первую очередь, то, ну, главная мысль, что этого раньше не было, это воздевание появилось. Это изначально проектировалось для работы в интернете, не зависит от оператора, ну, и, собственно, в случае URL-а, это даже до того, как CPI-шка полезла в интернет, оно уже применяется. Ну, и, естественно, это зашифровано, безопасно, и позволяет работать поверх недоверенных каналов, по сути. Значит, на практике. Вот тот, тот, как бы, та реализация ZTP на практике, насколько мне известно, в интерпрайс-сетях не используется нигде, то есть, реально, всегда оборудование настраивается либо на месте, либо заранее. То есть, заранее настроили, отправили там, да, на месте как-то подфиксили. Если что-то не подфиксилось, да, тогда специалист заходит и пытается удаленно руками поправить. Ну, то есть, да, по сути, мы можем сказать, что ZTP как такового в интерпрайс-сетях, реально, ну, можно сказать, что нет. Ну, SD-WAN здесь принес что-то новенькое, и можно увидеть вот такой, внизу экрана есть звездочки, да, вот я поясню, что вот это такое. Мы решили, то есть, вот дисплеймер написан, да, это такой чисто наш скоринг, как мы собрались и решили, сколько поинтов дать этой технологии по сравнению с тем, что было. То есть, мы считаем, что, в принципе, технология не такая уж и сложная, в традиционных сетях что-то похожее было, вот, и мы дали тут ему три звездочки. Хотя, реально, как бы, да, она помогает, аминистраторам помогает строить сети с нуля. То есть, мы вот наш тенд, который у нас стоит сейчас, по-моему, шести ЦПЕ-шек, мы его развернули вчера за утро, там, ну, за час буквально, потому что, ну, просто сшлешь ссылку, и она активируется. Ну, и настраивать практически ничего не надо. Ну, да, и второй момент, который я хотел, как бы, в дисплеймере подсветить, что все, что мы пишем, да, верно, не для всех SD-WAN-производителей, то есть, очень много кто называется SD-WAN, но при этом половина из того, что будет указано, если больше не поддерживает. То есть, мы поэтому очень хотим, чтобы каждый инженер для себя решил, да, вот эта технология, как бы, ему важна для его сети, или не важна, да, и, как бы, ему SD-WAN, как таковой, нужен в составе таких-то технологий или других. Вот, идем дальше. ААА. Такая тема, такая, достаточно широкая, но мы постарались ее схлопнуть до протоколов, которые использовались в традиционных сетях, и как это работает в раздевании. Значит, в традиционных сетях для того, чтобы обеспечить централизованную, то есть, есть локальная седа авторизация, понятное дело, но чтобы обеспечить централизованную аутентификацию, авторизацию, есть протоколы, известные радиус TACAX+. Значит, в чем они отличаются? Ну, не буду про сами протоколы, да, на них есть известные атаки уже, причем даже на современной реализации. То есть, они в основном связаны с… Ну, они чаще всего требуют митму, то есть, нужно находиться, прослушивать трафик. Но, собственно, атаки работают, мы их, как бы, сами проверяли. Тут вопрос скорее в том, что является ли такого рода атакой, да, является ли… Входит ли она в модель угроз конкретной организации. Но, тем не менее, атаки есть известные, шифрование поддерживается, ну, либо очень-очень ограниченное, то есть, может быть, не все шифруется, не все поля протокола, либо оно нестойкое, да, значит, там, после того, как авторизация произошла, это ровно один фактор аутентификации, собственно, логин, пароль, да, больше там ничего нет. В случае второго протокола TACACS – это правовые ограничения для использования этого протокола, потому что, ну, наверное, все знали суды, которые там Huawei судился за своих его TACACS, да, за возможность его использования. Ну, вот, и туго, технологии есть, да, формально, да, то есть, есть, и они реально используются. Централизованная аутентификация работает. Это, по сути, является отдельным компонентом, да, то есть, если нужно, чтобы оно работало, это рядом стоящий сервер, там, радиус TACACS, который отдельно настраивается, отдельно человеком обычно. Вот, если хочется что-то другого, можно посмотреть на аутентификацию. Что в аутентификации сделано? То есть, во-первых, аутентификация изначально централизована, вся аутентификация происходит в точке, где мы логиняемся в систему управления. Мы говорим о том, что в этом месте TLS 1.3 до системы управления, то есть это самый современный протокол шифрования, который есть, да, если говорить про качество криптографии. И вот на этом участке от пользователей для системы управления, да, вот данные как бы не покидают этого участка, и вообще они, ну вот, собственно, данные аутентификации остаются в системе управления. ЦПИ-шки они нужны. Поддерживаясь двухфакторная аутентификация, то есть, да, все механизмы, которые есть в традиционных, в современных приложениях, они есть, да. Сильно добавить, наверное, нечего. Ну и, соответственно, если нам нужен аккаутинг, то это тоже есть, он есть, причем сразу, да, не нужно ничего там для этого настраивать. Пользователь первично залогинился, и его как бы изменения, которые он делал в системе, они сразу записываются. На практике, да, ну, на практике, на самом деле, мало кто смотрит на эти уязвимости, да, протоколов распределенной авторизации, потому что у нас есть менеджмент акс-экслист, и, как бы, чаще всего мы доверяем в основном ему. То есть, мы говорим, что вот на железке, да, разрешено с таких-то IP-адресов. Ну да, там кто-то может поломать на пути идущий пакет так акса, да, ну, как бы и что, а все равно он к нам не зайдет, потому что у нас вот с наших IP-адресов разрешен доступ. Ну, то есть, по факту, это прекрасная мера защиты, да, ну, ее все рекомендуют использовать, нельзя про это забывать. Вот, а дальше, во многих сетях мы замечали, что вообще централизованная автификация не используется. То есть, есть какая-то одна учетка на всех, она лежит на железе, все ей пользуются. Ну, как бы, небезопасно, но работает, да. Вот, и третье. Конечно, грамотность администратора – это самое важное, что здесь есть. То есть, если администратор грамотный, он настроит правильно аутентификацию, он настроит правильно, ну, собственно, все три буква у него будут настроены работать, и это будет безопасно. То есть, да, но, как бы, если администратора грамотного нет, как бы, тут надо побеспокоиться. И как раз здесь СДИВАН на помощь прийти может, потому что, во-первых, он секьюрный по своей природе, потому что природа СДИВАН заключается в том, что вот это ААА, он подразумевается в архитектуре СДИВАНа, что он находится анализованно, сразу не работает. Он реально уменьшает число возможных ошибок. То есть, если где-то там кто-то ошибся и добавил в авторизации, что можно, как бы, через ТКАКС, а можно и без, да, то все, кто ходит через ТКАКС, это заметит, а потом злоумышленник попробует и обнаружится, что если ты неправильно ввел пароль три раза, то тебе все равно пустят. Ну, такое мы тоже видели. И СДИВАН, да, полагается на более своем протоколе. Здесь мы поэтому поставили ему тоже три звездочки, потому что формально много чего нового он принес, но и без этого, в принципе, как бы что-то сделать можно. Едем дальше. Про протокол управления. Это один из важных пунктов, потому что, ну, что у нас есть в традиционных сетях? Там Телнет, САЖ, поверх САЖ есть NetConf, есть RSConf, который может работать там поверх САЖ и HTTPS. Но главная суть, как бы, не в методе сериализации данных, да, а больше в том, как CPE управляется. То есть, CPE всегда является сервером, там, ну, скажем, SSH-сервером. Она ждет подключения к себе. Вот здесь для сравнения воздевания CPE-шка может самостоятельно строить сессию управления собой, да, и то есть она не ждет, она активно пытается добиться, достучаться до контроллера и сказать, пожалуйста, поуправляемую, да, чтобы не контроллеру пытаться через Net пробиться, а от CPE-шки сделать это от себя. Вот. И, ну, собственно, по протоколам обычно это все-таки TLS-бейст управление, да, там внутри TLS может быть тот же самый ROSConf, может быть какой-то по-своему сериализуемый протокол управления, вот, но по сути, да, это тоже, это всегда ошифрованное соединение. Важно, что в случае управления, ну, скажем, по SSH, если мы где-то ошиблись, ну, это наша проблема, а если мы что-то, как бы, сконфигурировали, и оно что-то сломало, да, ну, нам надо звонить по телефону, просить человека на месте и бутнуть нашу железку. Как бы, если человека нет, ну, извините, да, тут ничего не поделаешь. Вот. В издевании это все-таки встроенная защита от ошибок, то есть протокол подразумевает возможность, чтобы CPE-шка ответила, как бы, не да, я применила, до свидания, да, она может ответить, я бы пыталась поменить, как бы поняла, что это ошибка, отменила обратно, и, как бы, вот, пожалуйста, что-нибудь поправьте с этим, да, я не буду это применять, иначе я теряю связь с контроллером. Вот. И еще важно, что в случае с Сашей мы обязаны иметь прямую IP-связанность, да, то есть мы вот, если CPE-шка от нас недоступна, мы ей управлять, управлять ей мы не сможем никак. В издевании все-таки CPE-шка, она вылезает, как бы, да, снизу вверх, вылезает через НАТ, и если она до контроллера самостоятельно пробилась, то управление работать будет. Значит, на практике. Да, часто используется SSH, это самая распространенная протокол управления с темными устройствами, при этом мы до сих пор видим, что многие используют Телнет, ну, как бы, их модель игроза им это, наверное, позволяет делать. Дальше. На NETConf и RASConf реально мало, то есть, если есть обычно, да, если есть какая-то платная система управления, она, конечно, чаще всего уходит через программируемый интерфейс на железо, если железо само это поддерживает. Вот, если нету, то мало кто будет самостоятельно озадачиваться тем, чтобы такую систему управления через RASConf писать. И когда мы проектируем традиционную сеть, то обычно все-таки это, мы изначально, проектируя эту сеть, понимаем, что мы будем управлять ей, ходя на конкретный IP-шник. То есть мы, даже бывает, ну, я участвовал в проектах, где MPS заказывали только потому, что не было по другой возможности, ну, то есть пабликов не было условно, да, запрещено ходить на паблики, заказали MPS только потому, чтобы можно было управлять железом напрямую по IP-шникам. То есть воздевание, да, как бы это все не нужно, потому что ЦПЕ-шка вылезает из-за НАТО, да, вот ЧТЛС-соединение как бы организует, в нашем случае там она даже через Варгарк будет вылезать, вот, и если она вылезла из-за НАТО, да, она управляется. То есть мы здесь, ну, по нашему мнению, такая возможность работать с ЦПЕ-шки за НАТО, и так, чтобы она оставалась управляемой, это прям суперважно, и это как бы одна из важнейших в честь дивана. То есть наличие протокола, позволяющего как бы отказаться от MPS в пользу интернета, в том числе потому, что мы можем просто поставить модем, можем поставить симку, ЦПЕ-шка с нее вылезет в интернет, и она будет управляться. Значит, теперь про настройки в онлайн. Мы говорим, что в традиционных сетях в онлайн никак не отличаются, да, у нас есть интерфейс там гигабит 1, гигабит 2. Что из них будет в онлайн, определяем мы, да, и как бы почему из них одно в онлайн, а другой в онлайн тоже определяем мы своими же настройками. Плюс здесь какой, что вот все варианты настройки, которые мыслимые и немыслимые, мы, скорее всего, можем и там, и там использовать. То есть хотим мы запретить с лана, разрешить с лана, ну, без проблем, да, это на ваш вкус и выбор. Вот, с диване здесь немножко не так, то есть мы говорим о том, что обычно ван и лан – это явно разные интерфейсы. То есть можно сделать конкретные интерфейсы ванами и конкретно ванами, но как только мы сказали, что там первый, второй – это ван, а три, четыре, пять – это лан, вот с этого момента ван получает один настройки, а ван – другие. И мы не можем сказать, что там на лане будет шифрование, а на ванне будет там держиткий сервер работать. Нет, у нас вот здесь четко рекоментированный набор настроек, который будет на ванне, и который будет на лане. Это связано с безопасностью, это связано с удобством работы. Соответственно, я уже говорил тогда, что если есть ошибки, традиционные сети их не прощают, SD-WAN имеет защиту. Если нам нужно централизовать управление, в принципе, в традиционных сетях можно это сделать, поставить централизованную систему, либо каким-то образом разработать свое. Ну, SD-WAN – это всегда централизованная система управления. Но на практике мы не увидели больших преимуществ от таких явных, кроме самой автоматизации действий. Мы поставили здесь одну звездочку, потому что в принципе в традиционных сетях настроить все можно руками, с ошибками. Но оно работает, и такого супернового здесь SD-WAN ничего не принес, кроме фиксации назначений интерфейсов и автоматизации последующих настроек. По таким технологическим вещам – DNS, NTP, логирование, счетчики, то есть сбор метрик с интерфейсов. В традиционных сетях все это есть. Это требует чаще всего ручной настройки. Это чаще всего требует того, чтобы мы отдельно развернули DNS-сервер, отдельно NTP-сервер, отдельно Syslog-сервер, отдельно Zabbix, который соберет нам счетчики. Ну да, это четыре отдельных сервера, которые будут выполнять эту работу, которая в принципе обычно кому-то нужна, кому-то нет. И если говорить о сборе счетчиков, это протокол SNMP. То есть это прям то, про что хочется сказать про протокол SNMP. То есть протокол старый, протокол. У всех вендоров, у большинства вендоров хорошо, есть свои ветки SNMP, которые все равно каким-то особенным препаратным способом нумеруют их железо. То есть тут нет давно ничего совсем стандартного. И сам протокол, у него есть куча сложностей, он юридипишный, он не поддерживает гарантию доставки. То есть достаточно много сложностей с тем, что… Ну, то есть почему мы должны использовать протокол SNMP, когда давно уже есть другие протоколы съема счетчиков. Краткое мнение такое. Тем не менее, в раздевании есть производители, которые используют протокол SNMP, и он работает, нет с этим проблем. Но в нашем случае мы его не используем. У нас есть построенный на… Ну, так скажем, есть такой шаблон хранения данных телеметрии, он его Prometheus ввел. То есть у нас шаблон хранения данных, он аналогичен Prometheus. Соответственно, если сама ЦПЕ будет отдавать данные, то она будет отдавать их в формате Prometheus. Мы его в соответствующей базе данных на стороне сервера храним, и можем его в соответствующем формате отдать. То есть на наш взгляд, принятый для дата-центров по формате хранения, он здесь прекрасно работает, и нет причин использовать здесь SNMP, кроме необходимости поддержать какие-то более старые системы управления. Ну ладно, я сейчас еще на следующий слайде расскажу. Кроме этого, у Сдивана есть изначально централизованный принцип работы, то есть все эти счетчики изначально есть, все эти протоколы изначально в составе системы управления содержатся. И, ну да, ЦПЕ сразу получает корректное время, DNS и так далее, все с контроллера. Все логи и счетчики сразу доступны в интерфейсе управления, да, для этого настраивать ничего не нужно. Значит, на практике. Не везде я встречал на оборудовании реально настроенные там DNS, NTP, CIS-логи, там, да. Ну, Zabix обычно везде есть, там, да, и какой-то аналог, чтобы собирать загрузку интерфейсов. Вот, причем где-то это не настроено, потому что никто не знает, как это настроить, где-то, потому что им это не нужно. Но главное, что это всегда отдельный компонент, зачастую отдельный человек, которым нужно, чтобы это поддержать. Вот, и в традиционных сетях действительно есть большая база наработанных шаблонов. То есть, если вы хотите сослаться на международный опыт поднятия таких вещей, да, в традиционных сетях это есть. Воздевание плюс в том, что это все из коробки, минус в том, что готовых интеграций с традиционными системами мониторинга меньше. То есть, чаще всего это либо какой-нибудь отдельный SNMP-мип, который вам надо еще поискать, да, и как-то еще его впихнуть в вашу систему мониторинга, либо это вообще не SNMP, как у нас. То есть, тут мы будем говорить о том, что для интеграции системы мониторинга может потребоваться какой-то дополнительный шаг. То есть, у нас, ну, чем наш формат хорош, его и Zabbix тоже поддерживает. То есть, мы можем сказать, что у Zabbix есть плагин для выгрузки данных из Promethea, можно его использовать. Да, но, тем не менее, это все равно отдельный шаг. Ну, поэтому поставили здесь две звездочки, потому что вот, ну, как бы, несмотря на преимущество наличия и централизованного варианта, есть сложности какие-то, так сказать, возможные, с которыми можно столкнуться. Про криптографию. Мы говорим о том, что в традиционных сетях криптографии есть давно. Это протокол IPsec. Не так давно появился протокол WireGuard. Все больше и больше производителей поддерживают в решениях. И есть целая технология, называется EMVPN. У разных фендеров она чуть по-разному называется, но суть примерно одинаковая. Значит, есть, собственно, необходимость оптимизировать настройку сетевых устройств. И вот EMVPN позволяет настроить IPsec в том числе так, чтобы оно работало с не очень большим количеством настроек. Об этом, да, я дальше поговорю. На стороне с дивана. Да, это тот же IPsec может быть, может быть тот же WireGuard, как у нас, может быть какой-то другой протокол шифрования, да, но вот NHRP как таковой, который является главным компонентом EMVPN, он не требуется. То есть нам не нужно делать резолюцию NXHOPов с CPE-шек, потому что контроллер знает все эти CPE-шек, знает их NXHOPы, он может распространить на каждую CPE-шку эти знания, да. Нам не нужно в динамическом режиме как-то вот CPE-шки у кого-то спрашивать. То есть мы заранее все знания это перевозим, и CPE-шка о них просто знает, да, это лежит у нее в конфигурации. Ну, если что-то меняется, естественно, контроллер это довозит. При этом, соответственно, в традиционных сетях все это нужно было настроить заранее руками, да, EMVPN помогает сократить количество настроек, но тем не менее он меняет отручную настройку, воздевание это все полностью автоматизировано, и ничего достроить изначально не нужно вообще, то есть ноль. Настройку нужно делать руками, ну, разве что IP-шник на Ваня задать, да, и после этого туннели все создаются. То есть если, ну, и третье, да, важное, что все-таки криптографию в традиционных сетях хоть как-то нужно знать, потому что вам нужно, ну, всякие трансформы руками настроить. То есть воздевание, ну, это мы используем рекомендуемый нами протокол со всеми нашими рекомендуемыми настройками, и там не надо ничего менять, потому что он, ну, с нашей точки зрения, и как бы мы сейчас его еще и в PSB сертифицируем по классам там КЦ1, КЦ3, ну, ГАСТовую его версию сертифицируем, то есть мы еще и будем иметь подтверждение регулятора о том, что ГАСТовый вариант, он имеет оптимальные настройки. Вот, теперь по картинке. Значит, если мы представляем, что у нас каждая ЦПЕ-шка имеет, вот как здесь, ВАН1, ВАН2, здесь ВАН1, ВАН2, то для таких двух ЦПЕ-шек это 4 туннеля между ними. Теперь если мы представляем, что это один из них является хабом, то каждый спок будет строить к этому хабу по 4 туннеля. А теперь если мы представляем, что хаба стало 2, да, то нам нужно от каждого спока к каждому хабу по 4 туннеля. Вот, и давайте перейдем к картинке про практику. И здесь как бы сложный в чем, что чаще всего, чтобы такую схему реализовать, да, руками это настраивать никто не будет. Чаще всего используют DMP, и в большинстве случаев как бы это работает так, что у вас есть с ВАНа1 туннель на ВАН1, другой ЦПЕ, с ВАНа2 на ВАН2 другой ЦПЕ, крест-накрест никто не делает, потому что это сложно. А если появляется 2 хаба, то это можно, да, но это еще удвоит конфигурацию. Ну, другими словами, да, я не буду говорить, что схему, где есть 2 хаба, у каждого по 2 ВАНа и все споки с двумя или тремя ВАНами, наверное, сделать нельзя. Я буду говорить, что я ее сделал достаточно сложно, и придется серьезно попотеть, чтобы сделать то, что вам хочется, даже с DMP. Вот, в случае с дивана абсолютно все сделает контроллер. При этом, наверное, не буду глубоко рассказывать, как это работает, да, тут прям он и ключи запросит у ЦПЕ-шек, да, ключи останутся в закрытой части на самих ЦПЕ-шках, открытой часть ключей контроллер перенесет на другие ЦПЕ-шки, все туннели настроит сам, настроит работу, я там дальше расскажу про SLA поверх этих туннелей, да, вот это все сделает контроллер, делает руками, не надо абсолютно ничего, и главное, что ошибок будет меньше. Вот, и если говорить о том, а что дальше, да, вот у нас есть построенная сеть туннелей, нам же надо тач, как через нее пустить. Вот, в традиционных сетях для этого используется протокол динамической маршрутизации, то есть либо это там условно там ОСПФ, либо это, например, BGP. Но если это ОСПФ, там есть ряд ограничений, если есть BGP, то есть ряд сложностей, которые связаны с тем, что вам нужно будет правильно фильтровать маршруты, чтобы из BGP, который в интернет пойдет, да, туда не ушли маршруты, которые не должны были уходить. Ну, в раздевании, да, это все намного проще. То есть есть по умолчанию режим работы, который говорит о том, что перенаправление трафика будет работать автоматически, то есть там есть собственный протокол, который работает поверх всего этого. И, опять же, не нужно ничего делать, чтобы резервирование заработало. Если вам нужно не зарезервировать, а перенаправить трафик, то есть сказать один трафик налево, другой трафик направо, это тоже решается, это очень просто настраивается. Это я, по-моему, даже покажу в каком-то виде, да. Ну, в каком-то виде покажу сегодня. Значит, про динамическое переключение вана. Если мы говорим о том, что у CPE-шки более чем один интерфейс, ну, тут на картинке нарисовано вот Underlay, да, это one-interface CPE-шки, это тот трафик, который идет, например, в интернет. Если этих интерфейсов два, то нужно как-то между ними переключать. В традиционных сетях для этого используется BGP. То есть мы строим BGP с операторной связи, переключаемся на резервный канал, если BGP упал. Воздевание это не нужно, потому что мы и так поверх интернета построим overlay-туннель. То есть мы можем сказать, что интернет упал не потому, что BGP упал, а потому, что overlay-туннель упал. И мы мониторим все overlay-туннели для CPE-шек, плюс к ним мы еще и мониторим туннель управления, который поверх этого интернета работает. Вот это, если все вот это упало, то мы можем сказать, что вот интернет точно упал, да, и поэтому нужно его отключать. Ну, и просто переводить трафик на другой one-канал. То есть это достаточно простой механизм, а как вообще без BGP обеспечить выход в интернет через работающий канал связи. Для переключения овертлея, я уже сказал, что может быть с ОСПФ, здесь обычно в раздевании вендора реализуют что-то похожее на BFD. То есть у нас есть некий элемент диагностики, который работает внутри туннеля. Он помогает определить, упал ли туннель сам. То есть каждый туннель мониторится, по сути. То есть нам протокол маршрутизации здесь тоже не нужен. Тем более такой сложный, реально сложный протокол, как ОСПФ, который имеет кучу настроек, кучу возможных сценариев работы. Он сходится тоже за определенное время, потому что он не сходится на всей сети сразу. В BFD он сходит с точка-точка. То есть мы говорим о том, что мы каждый туннель переключаем на этапе точка-точка. И нам для большинства сценариев этого достаточно. Если нам нужно что-то большее, то в случае с дивана будет работать уже контроллер. И через него будет приниматься решение переключения. Про управляемость, если говорить, то если мы облажаемся с настройками вана или какой-то протокол маршрутизации на ване, и окажется, что что-то там не сошлось, то мы железку потеряем. Мы не будем иметь возможность ей управлять. Возди ване все намного лучше, потому что туннель управления независим ни от каких других настроек. То есть есть ван. Сколько ванов есть, столько туннелей управления построится. И через каждое из этих туннелей управления будет возможно железкой управлять. Там на каждом ване свой дефолт, и каждый туннель управления строится независимо. И, собственно, все управление будет работать, даже если мы все, что можно сломать, сломаем. На практике. Да, BGP прекрасно работает. То есть, в принципе, можем его использовать для управления переключением ван-каналов. Соответственно, если вдруг даже оператор BGP не дает, то можно сделать такой канал резервным. На основном канале BGP будет. И такое переключение в традиционных сетях работает. Значит, воздевание. Плюс тут какой? Просто, что за счет оверлея BGP в принципе не нужен. То есть, мы отказываемся от того протокола, за который операторы иногда, ну, бывает, что просят денег. Здесь можно взять обычный стандартный домашний интернет. Через него выпустить СПЕшку, собственно, в этот самый интернет. И он даже будет переключаться. Ну, даже если, соответственно, это LTE, где BGP, там обычно его и нету, да, то можно взять два LTE-модема, и между ними переключение тоже работать будет. Про качество скажу. Что у нас есть в традиционных сетях? Есть две, наверное. Одна известная технология IPSLA, и вторая, которая на базе ее построена, это PFR, Performance Routing. Про IPSLA ничего плохого сказать не могу. Так, про второе расскажу на следующем слайде. Есть динамические протоколы маршрутизации, но они качество не учитывают никак. То есть, BGP не может сказать, что вот в этом канале потери. ОСПФ не может сказать, что дилей повысился. Да, и в AGRP, в теории, как бы, дилей есть, но если вы посмотрите на реализацию, то дилей в AGRP – это константная настройка, которую мы просто настраиваем на интерфейсе. То есть, он никак, как бы, этот дилей не мониторит. И более того, производитель не рекомендует эту опцию использовать в принципе. Поэтому, ну и какие-то динамические опции в этом протоколе, да, я, ну, как бы, рекомендую использовать. Поэтому мы говорим, что в динамике у нас нет возможности качество каналов учитывать. Ну, во всяком случае, в тех динамических протоколах маршрутизации, которые мы на сегодняшний день знаем. Если мы вспомним такую технологию, как COS, там, большой тоже набор технологий, он прекрасно обеспечивает приоритизацию трафика в рамках одного интерфейса. То есть, где есть очередь для голоса, очередь для данных. Но если в Канаре появились потери, то, опять же, да, как бы мы голос туда не приоритизировали, он, как бы, все равно потери-то не уйдут. А нам нужно перекинуть трафик туда, где потерь вообще нету. Вот, поэтому в традиционных сетях остаемся вот на IPSLA и PFR. Сейчас дальше посмотрим, что там с ними на практике. В SDVAN есть стройная возможность измерения качества. Собственно, ради этого SDVAN создавался, да, в первую очередь. То есть, это основное достоинство, как бы, ради чего эта архитектура внедрялась и вендорами реализовывалась. В нем есть встроенные возможности переключения трафика на базе этих измерений. То есть, тут не нужно ничего придумывать поверх, нужно просто брать и использовать. И есть классификация, которая работает не PerDevice, классификация работает на всю сеть. То есть, один раз классифицируем трафик на входе в сеть, классификация сохраняется на протяжении всей сети. Ну, тут, опять же, упомяну, да, про свой дисклеймер. Это не у всех вендоров так. Значит, про практику. Ну, тут написано, не встречали ни одной боевой PFR-инсталляции. Мы решили так написать. На самом деле, одну боевую инсталляцию мы встречали. Она просуществовала ровно месяц. Через месяц случилось, собственно, то, ради чего инсталляция внедрялась. Случилась необходимость переключить трафик. Да, как бы, переключение произошло, но не так. Как бы, заказчик пытался это дебажить, дебажить не смог. Да, вот месяц эта инсталляция держалась, после чего было принято решение больше никогда и ни за что. Поэтому, в итоге, мы здесь написали, что вот сейчас боевых PFR-инсталляции действующих мы не знаем. При этом, сама технология IP-слей реально хороша. То есть, вот, да, это отличная технология производительного. Все были рады, когда она пришла, она отлично меряет качество каналов связи. То есть, я даже знаю несколько систем боевых, которые даже в операторах связи построены на IPSLA просто для измерений. На том, чтобы сказать, что вот от этой площадки до этой качество связи такое-то. Ну, то есть, это прекрасно работает. Но, повторюсь, когда речь заходит о том, чтобы на базе этих измерений принимать решение, ну, вот, как бы, да. Если вы читали PFR, вы помните, как количество, как бы, страниц инструкции, да, как вообще ее настраивать. Вот, я не уверен, что, как бы, человек в здравом уме может захотеть в бою, как бы, вот это вот брать. Значит, есть технология SDIVAN, которая говорит, ну, просто там все сильно проще. PFR пытается, как бы, сделать качество в любой схеме заказчика, как бы, вот, совершенно на произвольной схеме, да, пытается, как бы, описать, как сделать это качество. У SDIVAN есть определенная архитектура. Это работа либо поверх сети интернет, либо поверх SIPN, но в любом случае эта работа преимущественно через фулл-мешканалы связи. То есть SDIVAN, он, как бы, требует, чтобы каналы были преимущественно фулл-мешканалы. Вот, поэтому эта архитектура, она позволяет сделать намного более простую схему, собственно, мониторинга каналов и переключения трафика. Вот, и, соответственно, SDIVAN это есть, это работает, и ради этого SDIVAN и покупают, потому что, действительно, ну, это, это то, как бы, главная фишка, по сути. Изначально было SDIVAN, это вот оно, переключение тачка на базе качества. Про VNF скажу пару слов. Ну, да, то есть, здесь понятно, что мы поставили пять звезд, потому что это прям нужно. Про VNF. VNF это такая Virtual Network Function. Это возможность сделать из CPE-шки, как бы, что-то большее. То есть, есть у вас, как будто бы маршрутизатор, но на самом деле вы ставите галочку, и этот маршрутизатор стал фаерволом. Вот, а тут вдруг вы ставите галочку, и, ну, я просто скажу условно, да, стал, ну, например, DNS-сервером, да, вот вам не хочется отдельно на площадке ставить DNS-сервер, но он там нужен, и вы вот запустили его на маршрутизатор. Что для этого нужно? Обычно маршрутизаторы делались всегда на базе, ну, вот самый дешевый процессор – это MIPS. На MIPS-ах процессоры делались. Если железка должна мешать больше трафика, туда, собственно, и ставят асики. Асики – это больше, конечно, коммутирующая тема, но она, как бы, реально помогает очень сильно ускорить обработку, простую обработку пакетов при их передаче. Если вам нужна сложная обработка пакетов, вы можете поставить там NPU – сетевой процессор, но если вы посмотрите на какие-нибудь фаерволы, то большинство простейших фаерволов, они построены на x86 процессоре, ровно потому, что вам проще всего организовать на стандартном процессоре быструю обработку сложной логики. То есть, если логика какая-то чуть более, чем, как бы, форвардинг пакетов, то для этого нужен процессор общего назначения. Да, как бы, у него есть всегда ограничения по перформансу, но есть сейчас технология Intel DPDK, которая позволяет очень-очень здорово его разогнать даже для форвардинг пакетов. То есть, я слышал там про цифры, 100 гигабит выжимали на DPDK, да, на обычных источных процессорах, так что это не такая уж большая теоретическая проблема. Значит, про функциональность, да, если мы говорим о том, что это x86, то его функциональность максимальна, потому что очень много софта написано под x86 именно интеллектуально год, то есть не просто форвардинг пакетов, а какая-то там IPS логика и так далее. Значит, если мы берем обычный маршрутизатор, какой-то старый, IPS-овый маршрутизатор, то ничего мы там не развернем. То есть, если есть софт от рендера, который внутри себя поддерживает технологию, значит, оно работать будет. Если вы хотите взять, ну, предположим, вы захотите запустить там виртуалку, вы там ее не запустите. Вам нужно иметь процессор общего назначения. Поэтому мы говорим о том, что воздевание – это все-таки априори x86 процессоры. Если вы хотите иметь VNF, вам нужно иметь x86 либо армовый процессор внутри железки. То есть, цель того, чтобы брать именно такой процессор, в том, чтобы максимально расширить функционал. То есть, железка, может быть, не будет самой быстрой в мире, но при этом она будет иметь набор функций, который хватит вам за глаза. При этом скорость ее работы при невысокой стоимости за 100 мегабит всегда перевалит. То есть, то, что нужно для большинства филиалов, на сегодняшний день покрывается самыми простейшими x86 процессорами. Как это выглядит? Есть операционный CPE, поверх него работает ротинг, свитчинг, криптография, базовые фичи. И сбоку стоят VNF-ки. То есть, прямо поверх той же операционной системы CPE. Ну, VNF-ки, да, могут быть виртуалкой, могут быть контейнерами. Это зависит от того, как нравится вендору и какие функции хочет реализовать. Ну, на практике. То есть, если есть линейка традиционного оборудования, это какой-то фиксированный функционал. Фиксированный я в функциональности. Вот. Если это x86 CPU, то теоретически можно расширить, но обычно вендор сетевого оборудования это не делает. Скорее всего, это уже будет, если это x86, скорее всего, уже межшетевой экран. И там уже есть то, что поддерживает межшетевые экраны. В издевании можно доустановить VNF-ки. Набор VNF-ок обычно включает в себя безопасность. Но я знаю вендоров, которые позволяют просто запустить виртуалку в качестве VNF-ки. Если вам нужно угон-то запустить на CPE-шке, да, ну вот кто-то может это сделать. Мы, в принципе, идем в сторону того, чтобы расширять наш список VNF. Может быть, даже когда-то дадим им возможность просто виртуалку поднимать. Но прямо сейчас виртуалку мы поднимать не можем. Мы используем контейнеры у себя в CPE-шке. Про бэкапирование. То есть у нас есть работающая сеть. Нам нужно как-то сделать так, чтобы она не особо умирала в процессе работы. То есть есть железка совсем вышла из строя, прям совсем. Чтобы поставить вместо нее новую, в традиционных сетях нужно ее было забэкапить заранее, не забыть про это. И когда она сломается, взять другую, развернуть на нее конфигурацию, руками там как-то, на флешке провести, как угодно. И тогда она, вот этот текстовый файл, который был в ней, да, вот в него принести, она работает. В воздевании у нас в базе данных контроллера всегда есть целевая конфигурация. Причем эта целевая конфигурация, она настраивается для конкретной железки. И если вам нужно передвинуть ее на такой железке, то есть прям модель, если сохраняется, то это можно сделать прям суперлегко. Значит, что мы старую выкидываем, новую такую же ставим, просто из системы управления дергаем конфигурацию и ссылкой активации применяем, она работает. То есть вообще та же самая схема, как мы активировали в первый раз эту железку. На практике, да, есть готовый пансорс-решение. В принципе, нет проблем как бы закупить систему управления, нет проблем запекапить. Мы восстанавливаем, придется руками, ничего не поделаешь. Про ZTP я уже говорил. То есть в издевании, да, вся конфигурация изначально хранится, восстановление точно так же, как ZTP. Вот здесь мы поставили две звездочки, потому что, ну, в принципе, решаемая тема, да, это можно и в традиционном себе сделать. Ну, итогово. Подведем такой короткий итог первого блока. По нашему мнению, да, вот что самое важное в издевании, по нашему мнению, это автоматическое создание оверлей сетей, то есть то, что вам не нужно углубляться в криптографию, чтобы развернуть большую сеть там на всю страну из 100 устройств, все в резерве, да, резерв хабов, там 4 хаба стоит, которые могут резервированно как бы подключать все стойки. И второе – это протокол управления, потому что если вы по-прежнему SSH-шитесь на железо, значит, у вас, по нашему мнению, не издеван, потому что как вы иначе будете работать поверх там LTE, например, когда вам не получится про SSH-шиться. Ну и третье – это, собственно, динамическая маршрутизация с учетом качества. Вот мы считаем эти три технологии наиболее важными. Очень интересно ваше мнение, да, если у вас есть другое мнение, какие-то еще идеи, пишите в комментарии, с радостью обсудим. Прямо тут очень интересно пообщаться. Вторая тема – сценария отказа устойчивости. Если посмотреть на схему, да, здесь представлена схема нашего решения, как в целом решение выглядит с точки зрения control plane и data plane. Что сверху? Сверху система управления. Она состоит из концентратора туннелей. Есть логика внутри. Снизу data plane – это то, где обрабатывается трафик. То есть трафик ходит с CPES на CPES. Между CPES может, в сторону LAN-сетей может быть BGP настроен, то есть для подключения внешних каких-то других железок. На ванне у нас все зашифровано, да, вот. И трафик всегда идет между CPES напрямую. Control plane, да, у каждой CPES свой. Каждая CPES управляется прямой сессией с контроллера, который она сама же инициировала. Эта архитектура, она имеет набор точек отказа. Какие, например, да, вот. Сейчас какие, например, дальше расскажу. То есть я просто еще раз подтвержу, какую функцию выполняет тот или иной компонент. Контроллер для чего нужен, да. Он, во-первых, приносит всю конфигурацию, он создает overlay, криптографически защищенную сеть. Благодаря ему ключи, да, распространяются. Открытые, закрытые CPES не покидают. И контроллер, в нашем случае, контроллер заранее просчитывает пути. Это значит, что даже если контроллер выйдет из строя, вот он уже, на самом деле, заранее работу произвел, и он резервные пути уже рассчитал. И он на CPES их заранее привез. И когда CPES задетектит какой-то отказ, она вот прямо в этот момент поймет, что дальше ей делать. То есть если это, ну, скажем, есть путь через хаб-1, путь через хаб-2, то CPES уже знает про оба этих пути. И вот не потребуется спрашивать контроллер, а пересчитай ко мне маршрут. Контроллер уже заранее эти маршруты вычислил, прислал на CPES, на SPOC. И как бы SPOC в данном случае быстро переключится. Это мы покажем. Дальше маршруты бывают статически-динамически. Статические маршруты, ну, естественно, заранее все лежат, динамически могут вдруг поехать по BGP откуда-то. Вот то, что приехало по BGP, да, оно должно всегда пройти через контроллер, потому что контроллер, ну, он чем-то похож на BGP-шный роут-рефлектор. То есть у нас здесь внутри контроллера не BGP, но структура данных, она примерно похожа на то, как BGP работает. Мы вот тут на границе из BGP все данные вынимаем, кладем его в наш протокол BCMP. И внутри нашего протокола BCMP данные доставляем. Если нужно этот BGP как бы кому-то еще отдать, то мы обратно из BCMP перекладываем его в BGP и передаем его там следующему соседу. Это там через редистрибьюцию из BCMP в BGP решается. Но все атрибуты при этом мы в BCMP сохраняем. То есть если нужно, ну, скажем, айспад какой-то был, то после того, как пройдет BGP и BCMP, и в BGP обратно трафик отдается, да, то все атрибуты мы вот ровно, как они были, ровно так их и возвращаем. Ну, плюс нашу айсу, конечно, добавим. Задачи ЦПЕ здесь какие? Сейчас, проконтролирую еще одну вещь. Да, если вот, если прям какой-то очень сложный отказ, который, ну, невозможно же все пути заранее просчитать и прям все-все-все возможные пути положить. Бывают очень сложные отказы. Мы для себя их, мы так ни разу их не смогли поймать, но теоретически их понимаем. Когда, как бы, есть какой-то путь, и он частично работает для некоторых избранных ЦПЕ. Ну, там, например, у нас, скажем, какой-нибудь некий, некоторый государственный, может быть, даже не наш государственный, а регулятор, заблокировал часть маршрутов вдруг. Ну, часть вот с этого айпишника на этого заблокировал, а все остальное можно. Вот такие отказы у нас детектятся через контроллер. То есть контроллер может вычислить какой-нибудь, ну, скажем, маршрут в момент, когда этот отказ произошел. И тогда он его дошлет вместо тех, которые были. То есть перерасчет сложных отказов, да, это через контроллер делается. Задача ЦПЕ. Он контролирует, естественно, линки непосредственно. То есть если линк упал, естественно, трафик с него снимется. Если упал пир, то есть туннель какой-то, то трафик с него снимется. Если качество связи туннеля упало, трафик с него снимется, ну и так далее. То есть если есть какая-то авария, ЦПЕ-шка ее быстро детектит, мгновенно переключает. Когда она переключила, она сообщает об этом контроллеру. Контроллер принимает решение, что может быть, как бы, да, эту аварию надо перерассчитать и прислать на другие ЦПЕ. Может быть, не надо, да. Вот это зависит от того, что за авария. Ну и дальше вся статистика улетает в контроллер. То есть какие бывают аварии? Отказ к каналу связи. Самое типовое. Упал канал. Это мы задетектили тем, что внутри туннеля видим, что трафика нет. Мы переключаем все на другой туннель. Ну, то есть шифрованный трафик переключаем в другой туннель. Нешифрованный трафик переключаем на другой канал. Да, ну, просто в интернет. Это очень быстро работает. То есть там, естественно, интервал измерений, все это настраивается. Мы сегодня покажем, там должно отработать, я надеюсь, там где-то, ну, точно в пределах секунды, но где-то там 300-500 миллисекунд, а больше у нас это переключение происходит. Ну и, соответственно, возможность переключая туннель, переключить и выход в интернет, директор интернет-аксесс. Может быть, упадет транзитный узел хаб. Здесь сценарий примерно тот же, то есть если он полностью падает, мы, по сути, внутри туннеля перестаем его видеть, и отсюда внутри туннеля перестаем его видеть. Просто каждая из CPE-шек индивидуально переключится на другой хаб. Если как-то он упал не полностью, одна CPE-шка останется на одном хабе, другая может переключиться на другой хаб. Это нормально, хабы между собой тоже связаны, то есть трафик отдойдет. Ну, еще у нас есть такая фича у контроллера, что если полностью CPE-шка упала, то вот все ее маршруты мы делаем withdraw, то есть мы снимаем их со всей сети. Это нужно, если, например, эти маршруты пересекаются с каким-то маршрутами, полученными на CPE-GP, а мы говорим, что, например, наша приоритетная. И, ну, то есть, что такое упала CPE-шка? Это не значит, что она связь с контроллером потеряла. Это значит, что контроллер видит, что все другие CPE, которые сейчас включены и имеют связь с контроллером, что все они сказали ему по протоколу управления, что они потеряли доступ к упавшей CPE-шке. Вот в этом случае мы считаем, что CPE-шка полностью упала, а не просто то, что отвалилось, связанное с контроллером. Если две CPE-шки есть на одной площадке, ой, что-то я упал. Если есть две CPE-шки на одной площадке, то они могут быть зарезервированы двумя путями. Ну, собственно, традиционный путь – это вирпишный кластер. У нас он сейчас… Вот прям он будет в следующей версии. То есть мы его сейчас показывать не будем, но как бы это будет. Значит, у нас есть сейчас BGP-шный кластер. Это не совсем кластер, потому что это два разных совершенно устройства. Они подключены по BGP к непосредственному какому-то соседу на стороне LAN. И в случае падения BGP-связанности этот трафик переключается в резервную железку. То есть так, например, сейчас наша офисная сеть работает, у нас есть выход в интернет. Вот нам этот дефолтный маршрут внутрь из дивановского участка прилетает с BGP. Ну, соответственно, если какая-то проблема возникает с одним крылом, у нас дефолт переключается на другой крыло. Вот. Ну, чем хорошо такая схема работы с дефолтом? Тем, что, в принципе, если дефолт вообще полностью даже упадет, со всех хабов перестанет приходить, у нас есть резерв, у нас железки умеют в интернет выходить локально. То есть если из S-Divans идти, ну, из туннелей в оверлейных дефолт пропадает, то всегда есть бэкап выйти в интернет локально отсюда. Эти сценарии мы все будем сейчас показывать. Значит, две CPE на одной площадке. Все та же схема, да, но если в прошлый раз у нас падал вот этот вановский линк, здесь падает вановский линк. Да, если там определение отказа было за счет таймеров BGP, то здесь определение отказа за счет таймеров B7P. Ну, они у нас достаточно короткие, то есть мы можем даже чуть быстрее, чем BGP, переключить этот трафик. Но суть примерно та же, да. То есть тут есть, я уже говорил, да, мониторинг того, что контроллер перестал видеть CPE-шку. Если контроллер не видит CPE-шку, он спрашивает у всех устройств, ну, точнее, он просто смотрит в свою таблицу статистики, да, отчитались ли все другие устройства о том, что они тоже не видят. Если они тоже не видят, тогда мы трафик переводим. Ну, и, соответственно, есть отказ всего, да, хаба, то есть и слева, и справа отваливается. Ну, это примерно то же самое, что два предыдущих. То есть здесь упадет BGP, здесь упадет B7P, вот, и, ну, и, собственно, все CPE-шки тоже отчитаются. Вот это все в совокупности, да, это отказ целой CPE. Вот, отказ контроллера тоже покажем сегодня. В нашем случае он вообще никак не влияет на передачу данных, потому что, в отличие от BGP, да, у нас нету понятия длительности вот тех маршрутов, которые мы здесь прислали. То есть если сессия без CPE упадет, то маршруты останутся жить. Даже если здесь был BGP, да, здесь был BGP, все, что пришло на CPE-шку, пока контроллер был жив, оно будет жить до тех пор, пока контроллер это не отзовет. Ну, соответственно, контроллер падает, маршруты остаются. Если что-то поменяется вдруг, да, по BGP, что-то другое по какой-то причине вдруг придет, тогда без контроллера здесь ничего не сделаешь. То есть контроллер нужен, чтобы BGP-дамы доставить. Но все, что связано со статикой, там, коннектит маршрут, нет, все мы перевариваем даже без контроллера. Ну, контроллер можно резервировать, да, но это отдельная история. Все, я в целом теоретическую честь рассказал. Дальше я передам слово своему коллеге, Василию Пургину, он покажет демонстрацию. Леш, спасибо. Коллеги, всем привет. Меня зовут Василий Пургин, старший инженер поддержки продаж компании Bizon. Соответственно, я покажу, как сценарий отказа устойчивости работает на практике. Для данного вебинара был развернут демонстрационный стенд, схему которого вы видите у себя на экранах. Для воспроизведения всех сценариев нам необходима топология, в которой есть два хаб-устройства. хабы вы видите наверху, хаб-1, который имеет два ванлинка, и хаб-2, у которого достаточно одного линка. Соответственно, в их локальных сетях развернуто какое-то количество хостов, которые в различных сценариях будут использоваться. Также в данном стенде у нас участвуют четыре сполка, сполк-1, 2, 3, 4, сполки-1 и 2. Это Москва-бранч-1 и Москва-бранч-2 находятся у нас в комнате перед нами. Соответственно, у нас есть физический доступ к ним. В сполк-1 подключен клиентский хост Ubuntu Client 1, который вы видите здесь на схеме. С него я буду запускать трафик. В сполку-2 подключен хост VLC Client. Он нам понадобится чуть позже. Соответственно, на данный хост я буду терминировать трафик в некоторых сценариях проверки отказоустойчивости. Соответственно, хаб-1, хаб-2, сполк-3, сполк-4 и система управления развернута в нашей лабе. Все, поехали. Давайте приступим. Первый сценарий – это отказ транзитного узла хаб. Соответственно, участвуют два сполка, сполк-1, сполк-2 и два хаба. Трафик будет запускаться с клиентского хостала Ubuntu Client на соседний хост, который находится за сполком-2, VLC Client. Соответственно, у сполка-1 у нас есть два ванвинка, так же, как у сполка-2. Трафик. Мы с вами проверим таблицу маршрутизации и убедимся, что дефолтным маршрутом и дефолтным next-hopом для сполк-1 является хаб-1, после чего отправим хаб-1 в ребут и посмотрим, что таблица маршрутизации обновилась. Трафик у нас переключился, схема сети перестроилась. Посмотрим, какое количество потерь мы увидим. Его должно быть минимальное количество. И, соответственно, транзитным хабом стал хаб номер 2. Переходим в графический интерфейс UI, в нашей централизованной системе управления. Соответственно, список CPE, вы видите, представлен здесь. Мы для наглядности некоторым устройствам, некоторым CPE в роли хаб и сполк, мы назначили географическую локацию и разместили их в городах России, так как это вручную настраиваемый параметр во вкладке Sites. И, соответственно, на дашборде отображается у нас на карте нашей страны. Поехали. Для проверки данного сценария, отказ транзитного узла, мы заходим на сполк 1 и в соответствии с схемой смотрим таблицу маршрутизации. Соответственно, нам необходимо из сети 192, 168, 101, 101, 24, мы будем тинговать 102 сеть, которая находится за сполком номер 2. Нам необходимо в таблице маршрутизации посмотреть, где находится 102 сеть. Мы заходим на сполк 1, идем во вкладку Overlay, транспортные сервисные маршруты, находим эту сеть, 192, 168, 102, 0, 24, она находится за ЦПЕ в Москва, сполк 2, да, все верно. Также проверяем дефолтный маршрут, дефолтный маршрут у нас построен сейчас через вот этого пера, пера, да, дефолтный транспортный маршрут построен через вот этого пера, так как он имеет высший приоритет, на самом деле меньшую метрику. И мы можем убедиться, что данный пир – это у нас хаб 1, Москва хаб 1. Далее. Я нахожусь на хосте Ubuntu Client, соответственно, будем пинговать хост. 192, 168, 102, 10. Для начала давайте проверим, что у нас доступен дефолт gateway на OneCity и сполк 2, да, он доступен. Давайте я покажу, где это находится. Здесь уберу поменьше. Соответственно, если мы зайдем на сполк 2, увидим, что у него есть LAN-сеть, 192, 168, 102 с адресом 1, который я сейчас пингую. В этой LAN-сети должен быть конечный хост, который мы в итоге будем пинговать. 10, ну, 5, 5, окей. 102, 5. Пока нет. У нас еще не включился. Да, сейчас мы его подключим. Попробуй. Да, все доступен. Отлично. Соответственно, давайте вернемся к теме. Сейчас вот этого клиентского хоста у BuntutLine с адресом 192, 168, 101, 10. Я, который находится за сполком 1, я пингую хост 192, 168, 102, 5. Это тлешный ноутбук, соответственно, который находится за сполком номер 2. Мы проверили, дефолтный маршрут для сполка 1 является хаб 1. Сейчас отправляем его в ребут, проверяем, есть ли потери трафика и перестроился ли маршрут на хаб 2. Так, пинг у нас запущен. Идем в хаб 1 и отправляем данную CPU в ребут. Так. Мы видим по статусу, что она ушла в ребут. И пошли потери связи. Все, собственно, связь уже восстановлена. Давайте расскажу, какое количество пакетов мы потеряли. Пинг у нас запущен с интервалом в 0,1 секунду. Соответственно, 1 пинг равен 100 миллисекундным. В одном ряду здесь 50 пингов, соответственно, 5 секунд. В данном случае при переключении транзитного хаба мы потеряли 6 пингов, то есть 600 миллисекунд. Ну, в среднем обычно это составляет 4-5, максимум 6 пингов, соответственно, 600 миллисекунд. Дальше мы переходим в сполк 1, идем в транспортные и сервисные маршруты и проверяем, что маршруты до хаба 1 у нас пропали. И, соответственно, дефолтным маршрутом сейчас с лучшей метрикой является маршрут через хаб 2. Вот он является дефолтом. Трафик переключился и ходит теперь транзитом через хаб 2. После того, как хаб поднимется, хаб у нас уже поднялся, трафик переключится и на сполк 1 мы увидим, что маршрут у нас приехал и дефолтный как и был. Соответственно, вот маршруты на хаб 1 у нас появились вновь, потому что эта цпешка поднялась после арибута. Дефолтный маршрут с лучшей метрикой, соответственно, это маршрут на хабе номер 1. Все, коллеги, пойдемте к следующему сменующему сценарию. Это отказ канала связи. Соответственно, здесь мы используем сполк 1 и клиентский хост. И пинговать я буду Ubuntu сервер. Это серверный хост, который находится за хаб 1 и имеет адрес 112-168-91-5. У спока есть два ванлинка, так же, как и у хаба. Соответственно, мы с вами проверим, что активным является сейчас ван 1, и после этого я его физически отключу. Посмотрим, как сеть перестроилась и трафик переключился на резервный канал, на ванлинк 2. Заходим на сполк 1, раздел Networks. Мы с вами видим, что у нас есть два ванлинка, ван 1 и ван 2. Соответственно, они оба у нас доступны, оба подняты. Что это означает? У нас есть три иконки, которые обозначают DIA, VGC и VGD. DIA – это Direct Internet Access. Соответственно, это напрямую доступ в интернет напрямую с площадки, напрямую с этого устройства. Соответственно, обеспечивается он сейчас через активный линк, через ван 1. VGC – это WireGuard Control Tunnel, соответственно, это туннели управления, и VGD – это WireGuard Data Tunnel, это наши туннели передачи данных. Соответственно, DIA и туннели управления у нас находятся в статусе Standby. Туннели передачи данных находятся в статусе Active Active, потому что мы можем использовать два ванлинка для передачи трафика, приоритизированные различными трафик-классами. Так, давайте запустим трафик. Пингуем мы адрес. 192.168.91.5. Активный линк у нас ван 1. Я отключаю линк 1 из CPE, один, который стоит у меня на столе. Все, я линк отключил. Мы с вами увидели три потери потерянных пинга, что соответствует потерянных в 300 миллисекунд при переключении на резервный канал связи. Соответственно, сейчас в UI мы увидим обновленный статус, и в 1.1 будет в дауне. Все, статус подъехал. Мы видим, что в 1.1 у нас имеет статус даун, и в 1.2 сейчас является активным каналом. Давайте запущу пинг и верну канал обратно. Так, подключил. Все, соответственно, статус у ван канала 1 обновился. Теперь он снова актив. И никаких потерь при переключении трафика не было. Почему он забрал статус актив себе? Потому что у нас есть возможность назначать приоритеты для туннелей передачи данных. Это делается в разделе overlay, где мы видим информацию о control и data tunnels. Соответственно, здесь туннелем передачи данных мы можем выставлять приоритет, назначая тот или иной ван канал приоритетным для отправки трафика. Следующий блок сценариев это отказоустойчивость на одной площадке с использованием двух CPE, где мы показываем резервирование канал связи с помощью B2B пиринга. В данном сценарии используем SPOC1 и HUB1, HUB2, которые у нас размещены на одной площадке. Соответственно, в LAN-сети к HUB1 и HUB2 подключен роутер, у которого два интерфейса смотрят в сторону каждого хаба. На этих интерфейсах назначены адреса из разных подсетей и также технологические адреса единички с одной стороны и на втором интерфейсе лоббэк адрес с четырьмя двойками. Соответственно, общий интерфейс у этого роутера это четыре восьмерки, которые мы будем пинговать с клиентского хоста. И, соответственно, при отключении LAN-линка мы должны увидеть, что трафик перестроился и прохождение трафика с клиентского хоста до роутера, находящегося на площадке за хабами, трафик уже проходит не через первый, а через второй хаб. Идем в настройки. Видим, что у нас есть BGP-соседства, установленные на LAN-интерфейсе в статусе Established. На хаб 2 то же самое. Local Preference значение на хаб 2 101, на хаб 1 102, соответственно, более приоритетный маршрут. Дальше запускаем трафик до общего интерфейса 4 восьмерки. Заходим на хаб 1. LAN-интерфейс у нас находится на порту номер 3. Соответственно, мы отключаем этот порт, ожидаем потери трафика и переключения на второй интерфейс. Трафик у нас перестал проходить. таймеры у нас настроены GP-таймеры Keepalive 5 секунд и Hold таймер 15 секунд. Все, трафик у нас восстановился, соответственно, потеряли мы 5 секунд. это хорошо. Я верну этот порт обратно. Следующий сценарий отказ 1. Соответственно, в этом случае мы будем 1 у нас должен иметь хаб у нас должен иметь один ван-канал и этот ван-канал мы не сможем отключить, сделать ему дизейбл на порту, потому что CPE не примет данную конфигурацию, потому что мы, по сути, отрубим единственный тлинк, через который установлена связь с контроллером. Поэтому у нас есть в схеме ван-эмулятор, на котором мы проэмулируем потерю данного линка, внеся 100% потерь на ван-эмулятор. Идем в хаб 1 отключим ван-2 он нам не нужен в данной схеме. Так, есть, теперь он отключен. У нас есть один активный интерфейс на данном хабе. Трафик у нас проходит. Дальше идем на ван-эминтерфейс и вносим 100% потери пакетов на данный хабе. Проверим, BGP поднялся, а то там да, да, BGP долго. Давайте проверим статус BGP. BGP пока на сайту, он еще не вернулся. Да, BGP самый быстрый протокол. сейчас подключен нас через второй линк. Мы ожидаем, что переключение на первый линк скоро тоже у нас произойдет. Так, коллеги, мы с вами используем проект, который называется LabGhost. Что это обозначает? Соответственно, в вкладке проекта, где мы создаем новые проекты, мы можем увидеть, к какому кастомеру данный проект относится и в колонке Ghost Encryption Enable мы видим, что стоит галочка, что означает, что на уровне проекта мы задали настройку и теперь все автоматически создаваемые overlay сети у нас защищены с помощью криптографии по ГОСТу. Так, все, переключение у нас произошло, то есть, соответственно, вот этот лугвеб-интерфейс на линке 2 сейчас он будет доступен на линке 1. Запускаем пинг на общий интерфейс, идем в Hub 1 и применяем 100% потерь пакета на данной линке. Потери у нас пошли сразу же, ожидаем переключения на Hub 2. Все, переключение прошло, за него это меньше 5 секунд. Это очень круто. Так, снимаем пакет. Пусть будет сходиться BGP связность. Так, следующий сценарий отказ CPE по сути мы будем эмулировать два предыдущих сценария, которые мы показывали, отключение E1 и WAN. В данном случае эмулируется выход из строя оборудования, размещенного на площадке. Что мы будем делать? Мы будем отправлять в reboot хаб и смотреть, как трафик перестроится, перестроится, и трафик пойдет по линкам через Hub 2. Проверим, что у нас есть активное соседство BGP на hub 2. Да, оно есть, статус и established на hub 1. Также все хорошо. Пинк у нас проходит. Так, и отправляем hub 1 в reboot. Видим, что у нас начинается процесс перезагрузки устройства, пропал трафик. Ожидаем переключения его на hub 2. Здесь мы видим, что hub 1 уже оффлайн. Все, переключение произошло, также заняло 5 секунд. Все, после того, как загрузится hub 1 и поднимет свою BGP связанность с роутером в сегменте LAN, он также станет приоритетным каналом для передачи трафика. И последний сценарий это отказ контроллера. Мы будем запускать трафик с клиентского хоста на серверный хост, находящийся в LAN сегменте hub 1 и произведем отключение линка, которым подключен сервер, на котором запущен нашу цивилизованную систему управления. Проверим, что это никак не повлияло на пользовательский трафик. Для этого проверим, что у нас hub вернулся, hub уже онлайн, с ним все хорошо. Трафик у нас ходит. Запускаем пинги до сервера с адресом 192.168.91.5 в интерфейс на сервер, где развернута централизованность управления, отключаем линк. Линк эффектился. Дальше мы ожидаем увидеть статус в графическом интерфейсе пользователя. Вот мы его уже увидели. В графическом интерфейсе пользователя мы видим две плашки с статусами. Первый из них это компонент, который отвечает за отображение текущего статуса того или иного устройства. это отдельное подключение, оно чуть дольше живет, чем подключение FCE, это application контроллер, который отвечает за доставку конфигурации на устройство. Мы видим, что он уже в дауне и в скором времени в списке устройств мы также увидим статус оффлайн. При этом проверим, что трафик у нас проходит. с трафиком все хорошо. Можно попринговать соседний хост, Леша ноутбук. Да, трафик проходит, все хорошо. Все, статус у нас теперь оффлайн. На текущий момент контроллер контроллер полностью отключен от устройств размещенных на площадках, при этом пользовательский трафик проходит и никаких потерь у него нет. Ну, BGP еще хожу, на BGP-связанность. BGP-связанность здесь есть, мы попингуем восьмерки, которые тоже доступны. Да, на этом все, я верну интерфейс обратно. Ждем, пока статусы, активные статусы приедут в нашу систему управления. Все, статусы обновились, теперь система управления подключена, вернее, все CPE-шки подключены к системе управления. Все хорошо. Да, коллеги, это был мой последний сценарий, который я демонстрировал. Переключаюсь, передаю слово Алексею. Всем спасибо большое на вопросы, ответим после. Спасибо, Василий. Василий рассказал про сценарий отказоустойчивости и мы переходим к следующей теме. Собственно, что же будет происходить, если отказы случились не целиком, а как бы возникли какие-то затруднения с этим каналом связи, либо возникли проблемы именно с качеством связи, а не с полным пропаданием каналов. Тут надо отметить, собственно, какие метрики есть, чтобы понять, что с каналом есть какая-то беда. Значит, первая метрика, которую стоит учитывать, это, собственно, дошел ли пакет в принципе. То есть, мы говорим, что у нас есть точка А, точка Б, между ними ходят пакеты. Вот, если пакеты доходят не все, то это называется потерями, все это знают, эта метрика называется пакет лосс, уровень потерь. Она изменяется в процентах. Ну, собственно, если один пакет из Таи не дошел, то это 1% пакет лосс. Вторая метрика дошел ли пакет вовремя. Это означает, что мы пакет отправили на стороне получателя. Мы ожидаем его получить достаточно быстро. Например, у нас идет какая-нибудь видеоконференц-связь. У нас какая-то очень большая задержка, да, и вроде мы сказали, да, что-то показали, а ответ, как бы, на наш вопрос заходит слишком долго. То есть, эта метрика называется delay или задержка. Ну, и третья метрика, это дошел ли пакет за то же время, что и предыдущий. Эта метрика называется jitter. Она важна, потому что большинство устройств телефонии и VKS, они подстраивают свои, ну, так называемые, буферы приема. То есть, мы говорим, что есть телефончик, есть у него, есть буфер приема, и он в зависимости от вариации задержки подстраивает тот буфер, на котором он ждет последующих пакетов. Но этот буфер, он на самом деле создает задержку. То есть, чем меньше jitter, тем меньше возможности у телефона, ну, тем больше возможности у телефона поставить меньше jitter-буфер, и тем самым он позволит лучше пользовательский опыт продемонстрировать по самой задержке итогов. Ну, то есть, это три параметра, которые принято мерить, и, собственно, мы будем говорить о том, что мы их тоже будем мерить. Теперь вопрос, а как их мерить? Есть несколько технологий по измерению потерь jitter и задержек. Ну, начнем с потерь. Как мерить потери? Самый простой способ, как можно померить потери, это измерение наложенным трафиком. Что это означает? Что есть точка A, точка B. Мы в дополнение к тому трафику, который между этими точками ходит, создаем наложенный трафик. Условно, я тут буду кратко рисовать. Значит, есть CPE-шка номер один. Мы прямо вот здесь внутри оверлея создадим трафик, который дойдет до CPE-а номер два. Тут CPE-а на него ответит. И в зависимости от результата этого диалога мы получим картинку с измерением. Это не единственный способ. Можно пробовать измерять уровень потерь не на наложенном трафике, а на том же самом трафике, который ходит между площадками. Но для этого нам все равно что-то нужно добавить к трафику, чтобы какие-то параметры у него можно было измерить. Например, наложенный заголовок. Соответственно, мы говорим о том, что уходя к трафике, когда уходит с площадки один, трафик уходит, мы к нему в хедер добавляем, дополнительный хедер и говорим, что он ушел в такое-то время, его номер 15 этого пакета, и тогда на получателе мы можем сказать, окей, у нас был пакет 14, был пакет 16, а пакета 15 у нас не было, наверное, мы его потеряли. Какие здесь преимущества? Понятно. Мы каждый пакет таким образом тегируем и точно знаем, что мы потеряли, например, именно голосовой пакет. То есть по преимуществам этого подхода, здесь в отличие от наложенного трафика мы можем сказать, что мы теряем или наоборот пропустили именно тот трафик, который мы хотим измерять. Ну и, собственно, третий подход это померить просто на интерфейсе счетчики посмотреть. То есть мы сказали, что в этот туннель у нас ушло 15 пакетов, а на стороне получателя у нас пришло 14 пакетов. Наверное, мы один пакет потеряли. Преимущество этого варианта, что мы канал связи дополнительно не расходуем. То есть мы говорим, что мы измеряем просто счетчики, с контроллера пришли, посмотрели, и с точки зрения канала связи это нулевый расход. Теперь про недостатки. То есть по преимуществам понятно, что у каждого варианта есть преимущества. По недостаткам у наложенного трафика главный достаток состоит в том, что мы никогда не сможем для каждого типа приложения, которое мы передаем через канал связи, сделать точно такой же пробник, чтобы он в точности соответствовал этому приложению. Другими словами, эмулировать все приложения достаточно тяжело и вряд ли кто-то этим будет заниматься. Но здесь есть одно замечание. Основное состоит в том, что у нас трафик все равно шифрованный. Поэтому даже если мы идеально будем эмулировать все приложения, с точки зрения оператора связи он будет видеть их практически одинаково. То есть вся разница с точки зрения оператора будет в том, что у пакета будет разная длина. Поэтому этот недостаток с учетом шифрования становится не таким серьезным. То есть мы можем сказать, что мы можем послать пробники маленькие пробники большие и большинство кейсов закроет вот в случае наложенного заголовка тут тоже есть проблемы собственно основная проблема в том что мы каждому пакету получается добавляем заголовок на то есть если случай наложенного трафика это какой-то константный overhead то случае наложенного заголовка вот он каждому пакету каждому до должен быть добавить какой-то хедер и собственно чем больше пакетов тем больше объем вот вот этих вот бесплатно как бы бесполезно с точки зрения передачи данных информации возникает соответственно при наложенном заголовке мы реально теряем очень большой процент трафика наверное все знают самого такого известного производителя который делает идет этим путем у него размер этого хеда 1 байт соответственно если мы говорим на пакет 64 байта то половина от размера пакета добавится в хедер да то есть мы потеряем там по итогу примерно треть канала связи чисто на overhead на измерение вот то есть но при этом да мы позволим чуть ближе быть как бы к трафику и и метить как бы ровно те пакеты которые мы потеряли ну и собственно если трафика нет то и вот в этом случае возникает проблема что мы не можем померить потери мы все что мы должны вернуться к предыдущему способу и добавить наложен трафика измерений ну собственно случае счетчиков опять же если трафика нет мы померить ничего не можем но и но тут на самом деле проблем куда больше то есть во-первых мы должны измерить четчики в один момент времени то есть сказать что на стороне слева и на стороне справа мы вот единовременно сравнили состояние считочка тогда мы можем сказать что в этот момент времени столько пакетов дошло не дошло но вы понимаете что в этот момент времени какие-то пакеты будут в полете. Поэтому какой-то точности абсолютной сравнение счетчиков нам дать никогда не сможет. Ну и, естественно, здесь возникает проблема с тем, что контроллер участвует в этом процессе, и если контроллер почему-то недоступен, то, собственно, мы измерения тут не сможем. То есть здесь выигрывают первые два варианта, и поэтому посмотрим дальше, как мы можем измерять задержки джиттера. Ну, собственно, пути-то те же. Единственное, что счетчики сравнивать не получится, в них нет ни задержки, ни джиттера. Поэтому этот путь здесь полностью бесполезен. Но остается вариант с наложенным трафиком, где мы отправляем пакет, получаем обратно ответ, и можем вот эту дельту времени измерить. Значит, здесь есть два подхода. Первый подход заключается в том, что мы здесь пакет отправили, и учитывая, что мы можем попытаться внутри пакета записать время отправителя на приеме, считать то время отправителя и вычесть из него, из текущего времени вычесть время отправителя и сказать, что у нас есть какая-то односторонняя задержка. Но вот эту одностороннюю задержку мерить достаточно тяжело, потому что если у нас каналы плохие, то идеальную синхронизацию времени на этой цепей вершки и вот на этой получить достаточно сложно. Поэтому вот эта вот односторонняя задержка, она такая, она очень сильно зависит от того, как мы засинхронизировали время. А эта задача непростая, особенно когда каналы связи так себе. Значит, мы для себя решили, что да, если идти этим путем, то измерять двухстороннюю задержку, потому что это то, что мы можем сделать наверняка. В случае наложенного заголовка мы, опять же, должны в этот заголовок, внутрь заголовков, писать текущее время, потому что иначе мы же обратно этот пакет не получим, и единственное место, где можем это измерение сделать, это на второй ЦПГ-шке. То есть, соответственно, мы внутрь пакета впихиваем время, в какой-то хедер на приемнике его вытаскиваем. Ну, преимущества те же, да, мы точно знаем, что задержка была именно у голосового пакета, а не у пакета данных. Значит, с учетом шифрования, да, я уже говорил, оператор связи все равно не может таргетировать чисто наши пакеты голосовые, он как бы не знает, что они голосовые, потому что трафик зашифрован. Поэтому оператор все равно будет сбрасывать рандомно, поэтому нет этого большого смысла. По недостаткам, по наложенному трафику понятно, недостаток тот же самый, он может не соответствовать профилю реального трафика. Но, еще раз, с учетом шифрования это не так важно, потому что все равно можно сделать маленькие большие пакеты, они будут с точки зрения оператора связи одинаковые. Значит, но у наложенного заколовка здесь появляется больше проблем. Во-первых, все те же проблемы с оверхедом, большим оверхедом, они остаются, никуда они не делись, нет трафика, нет измерений по-прежнему, то есть если трафика нет, мы все равно должны наложенный трафик измерить. Но здесь добавляется вот эта проблема синхронизации времени, потому что мы обязаны на двух CPE-шках держать идеально синхронизованное время, для того, чтобы они могли узнать эту одностороннюю задержку. Ну, то есть, если наша точка синхронизации времени пропадает, а точка синхронизации времени – это контроллер, то мы перестаем иметь возможность мерить задержку. То есть, другими словами, контроллер здесь начинает выступать такой безотказной штукой, которую нельзя потерять ни в коем случае. В нашей идеологии мы считаем, что контроллер не должен быть 100% безотказен, поэтому мы решили в нашем решении пойти через наложенный трафик. То есть, мы посчитали, что здесь на текущий момент для нас плюсов больше, чем минусов, потому что мы гарантированно измерим то, что нам нужно, и не столкнемся с набором проблем, которые могут вылезти в будущем в каких-то ситуациях, когда каналы связи не очень хорошие. То есть, мы хотим быть уверены, что не только в лабе все работает, другими словами. Идем дальше. Как мы эти измерения осуществляем? То есть, в каждом канале связи мы строим туннель до других устройств. То есть, здесь на картинке есть у двух CPE по два канала связи. Здесь мы построили туннель через верхние каналы и туннель через нижние каналы. Если вот здесь между облачками есть связь, на самом деле построится еще один туннель. Вот так вот. Через верхний канал первый, нижний канал второй и через верхний канал второй, нижний канал первый. В каждом из них измеряется качество. То есть, потери задержки джита. Все CPE отправляют свои статусы на контроллер. То есть, контроллер точно знает, в какой части сети есть проблемы, и он может эту информацию при необходимости доставить другим CPE. При этом мы пробники отправляем прямо внутри нашего WireGuard. Мы для передачи данных используем WireGuard. И мы расширили протокол WireGuard как раз вот этим измерительным пробниками. Мы можем без использования какой-то адресации прямо на WireGuard хедерах, на его криптоидентификаторов перов, строить свои измерения. Соответственно, мы шлем вот эту пробу. Диснейшным там является, естественно, IP-адрес внешний, но внутри пакета там нет IP-адреса. Диснейшным внутри является ID-шник пера в WireGuard. Тут есть два режима переключения не Fast-Slow. Я, наверное, чуть позже про них расскажу. Но если кратко, быстрый режим переключения – это понять, что канал вообще не работает, а Slow режим переключения – это переключиться с длительным измерением качества. То есть, чтобы пометить качество, одного пакета недостаточно. Нужно собрать какую-то статистику. Я про это расскажу. Главное преимущество, что все это автоматизировано. То есть, пользователю не нужно думать, как это настроить. Это все изначально работает. Если есть желание подстроить алгоритм, это можно сделать, я и покажу. Наверное, основное здесь все. То есть, по измерениям мы вроде понимаем, что есть возможность измерить параметры качества. Все измерения происходят внутри туннелей. То есть, мы измеряем именно ту часть, где ходит трафик. Но когда измерения завершены, а что дальше? Что нам с этими измерениями делать? Тут вступает в игру еще одно понятие, как классификация трафика. То есть, мы, наши измерения должны в итоге применить к какому-то трафику, но, наверное, действие, которое мы должны выполнить, будет отличаться от того, какой трафик мы будем перенаправлять или что-то еще с ним делать. То есть, мы должны трафик отклассифицировать. И в итоге мы должны подготовить политику, которая учитывает измерения, которые были сделаны, и классы, которые к трафику присвоены. Начнем с классификации. Что такое классификация трафика? Наверное, всем знаком такое понятие, как мультифилд-классификация. Это классификация по более чем одному параметру. То есть, мы делаем мультифилд-классификацию сейчас по DSCP и по АЦЛ. АЦЛ у нас это 5-тапл. То есть, есть айпишники, порты, ну и, собственно, протокол. Вот это все в совокупности является классификатором. То есть, мы можем на вход в ЦПЕ повесить классификатор, который скажет, что вот этот трафик является, например, голосовым трафиком, этот трафик является видео или любой класс задать. После того, как ЦПЕшка трафик отклассифицировала, в выходном пакете она эту классификацию применит. Причем мы говорим, что мы в IT-трафик никогда не вмешиваемся. То есть, если посмотреть на итоговый пакет, который пойдет вот здесь, в шифрованной части, через оверлей. У него будет внешний хедер. Это вот интернетовская часть, где он обеспечит маршрутизацию от площадки в площадке. Дальше следующий у него будет криптохедер. У нас это варгардный хедер, который там, ну, какую-то криптографию обеспечивает. И все, что внутри, уже шифровано. Вот. И мы добавляем наш хедер МПЛСный. Он там занимает всего 4 байта, но он позволяет внутри себя нам обеспечить маршрутизацию по ID-шникам ЦПЕшек. То есть, мы говорим о том, что дальше, если потребуется какая-то мультихоп маршрутизация, то есть несколько промежуточных устройств может быть дальше, там вся маршрутизация уже делается по МПЛСному лейблу, по идентификатору ЦПЕ. Но дополнительно к этому в метке мы прошиваем класс. То есть, то, что мы классифицировали на входе, мы положим внутрь метки, и дальше каждый следующий хоп классификацию делать уже не будет. Он будет опираться на то значение классификации, которое мы сохранили внутри этого пакета. И, соответственно, дальше идет тот оригинал пакет, который изначально был. То есть, это может быть вообще любой. Такие пакеты, да, потому что внутри мы можем положить все, что угодно. То есть, еще раз, на входе в SD-WAN облака мы делаем мультифилл классификацию. Все остальные промежуточные там выходят выходные ЦПЕ, используя то, что мы на входе применили. То есть, достаточно простая схема, очень похожа на то, как в ОПЛС-сетях, в принципе, это все работает. Наверное, дальше двигаемся. Что такое политика обработки трафика? У нас есть семь классов, восемь классов от нулевого до седьмого. Нулевой при этом является класс дефолтный, мы его изменять не даем. Класс дефолтный, класс дефолт здесь даже не просто класс, это класс с определенным поведением. Весь трафик, который попадает в класс дефолт, он всегда идет просто по лучшему пути. То есть, он не перенаправляется на какой-то другой пир, там какой-то другой туннель. Зато, если трафик попал в другой класс, то у него всегда есть с точки зрения поведения и действий, есть всегда резерв. Он всегда может откатиться. То есть, если вдруг в каком-то классе маршрутизация не удалась, то ЦПЕ его отмаршрутизирует по нулевому классу. То есть, просто лучшему работающему на текущий момент Перу. Значит, как работает политика? Мы матчим класс, то есть, мы говорим, что это, например, голосовой трафик, да, и применяем к этому трафику действия. Действие сейчас одно – это избегание каналов, не удовлетворяющих SLA конкретного класса. То есть, мы скажем, что для голоса есть какой-то SLA, мы его настроим, я покажу. И если голос этому SLA, если канал связи этому SLA не удовлетворяет, голос туда направлен не будет, он пойдет по другому пути, где SLA удовлетворительный. Пороговые значения настраиваются, покажу. Анустрацию будем проводить на том же самом стенде, я покажу его схему еще раз. Есть площадка Hub1, она стоит на стойке, она подключена через эмулятор ван-каналов. То есть, вот здесь мы будем создавать потери на канале номер один. Нам вот эта виртуальная машина вещает видеопоток, она сейчас вещает его через канал номер один, он долетает до моей CPE-шки, которая стоит у меня на столе. И я, собственно, делал себе клиента на ноутбуке, и этот видеопоток принимаю. Значит, что мы будем делать? Мы будем вот здесь создавать потери какие-то, вот этот канал будем ухудшать. Это означает, что поток, который шел сюда, должен переключиться на второй канал, где этих потерь не будет, и дойти до меня вот таким путем. Соответственно, давайте посмотрим сначала, что мы получаем картинку. Значит, я для этого подключаюсь к PIN-порту 1.2.3.4, куда мне это все летит. Вот, картинка есть. Не знаю, через интернет, возможно, она будет как-то замедляться, да. Вот, но видим, что на ней нет проблем, да, что картинка идет сейчас без каких-то либо потерь, и как бы качество должно быть более-менее. Значит, я теперь буду вносить в нее потери, то есть на выход из хаба я добавлю, для начала сейчас я добавлю 1% потерь. Так, единственное, все, вот, картинка есть, добавляю 1% потерь и включаю эти потери. На одном проценте уже видно рябь, то есть, в принципе, если бы мы смотрели какую-то трансляцию, то с одним процентом потерь уже как бы было бы смотреть тяжело. Есть, конечно, сейчас современные кодеки, которые вносят чуть лучше работу с видео, да. Мы специально взяли тот кодек, который хорошо, красиво рассыпается, чтобы можно было наглядно это увидеть. То есть на 2% уже ничего не видно. Если я сейчас сделаю здесь 3%, там 5% потерь, то она начнет там и фризиться, и да, вот на это смотреть уже будет достаточно больно. Вот, то есть мало того, что, ну, да, понятно, 5% это можно как бы, да, уходить. Значит, что мы, как мы будем с этим бороться? Для этого у нас есть в интерфейсе управления целый отдельный раздел обеспечения качества трафика. То есть он находится вот здесь на трафик-полисе вкладки. Про него кратко расскажу. Значит, начинается все с вкладки Monitoring Templates. Это те шаблоны, которые применяются к CPE-шкам. Вот этот дефолтный темплейт сейчас применен абсолютно ко всем CPE-шкам. И в нем описывается, как часто мы шлем наши пробы. Сейчас мы шлем их раз в 100 миллисекунд. То есть это такой минимально рекомендованный параметр, дефолтный 1 секунда. То есть обычно мы шлем нас в секунду, но здесь специально, чтобы показать, что мы можем, да, это вот мы поставили высотку. Значит, Sequence Full Count 4 означает, это вот, помните, я говорил про фаст переключения. Это возможность быстро перекинуть трафик, если вообще все плохо. То есть если 4 подряд пакета мы теряем, то мы считаем это полной недоступностью, и трафик переводится. Ну, то есть, собственно, среднее время переключения – это 400 миллисекунд на детект и еще чуть-чуть. Ну, эти цепи, конечно, можно все поменять. Дальше Recalc Interval – это уже то, что относится к перерасчету качества. То есть раз в секунду, как сейчас здесь выставлено, на ЦПШ-ке запускается перерасчет текущего уровня потерь. Он берет Measure Interval миллисекунд в прошлом, то есть в данном случае 10 секунд. И за 10 прошедших секунд у него было 100 измерений. Соответственно, с точностью 1% мы можем измерить уровень потерь. Ну, и то же самое мы записываем за прошедшие 100 измерений задержки джиптера и тоже там средних по ним считаем. Ну, там даже более интересный алгоритм, но сейчас не о нем. Значит, мы измеряем через Monitoring Templates, отправляем настройки на CPE, как измерять. То есть если я сейчас этот темплейт поменяю, он на все CPE приедет сразу. Могу создать новый темплейт, выборочно их применить на отдельные WAN-интерфейсы CPE, потому что темплейт, он применяется к WAN-интерфейсу CPE. Мы можем на разных WAN-ах для туннелей настраивать разные метрики измерений. Значит, что происходит дальше? Теперь у меня есть раздел Traffic Matchers. Это разделов, где указано, по сути, это некий аналог классмапы. Это классификатор, как мы классифицируем трафик. Тут сейчас есть одна запись, которая говорит, что по дефолту всему абсолютно трафику назначается класс 1. То есть абсолютно весь трафик, который куда-либо не пошел, тут нет ничего, нет CPE, он будет класс 1. И в Global Policy можно увидеть, что для класса 1, это все дефолтные настройки, при 20% потерь будет переключение. То есть мы по дефолту очень грубо переключаемся, если совсем 20% работать будет невозможно ни в каком приложении. Поэтому мы при 20% потерь будем весь трафик переводить по дефолту. Но теперь нам нужно указать более красивый механизм. Давайте попробуем. Я сначала просто поставлю здесь сразу для всего трафика переключаться при 2% потерь. То есть я могу применить на все CPE-шки сейчас дефолтную политику, что абсолютно весь трафик будем переключать, если мы достигли порога в 2% потерь. Можно посмотреть, в принципе, за 10 секунд он должен уже это переключение произвести. То есть, ну, вот он такой произвел, да, потерь в видео больше нет. То есть абсолютно то, что мы ожидали, да, мы здесь видим. Можно посмотреть, включено у нас уровень потерь 5%. Можно сходить в хаб-1, убедиться, что он через оверлей, да, в пирах, в раздел с LA Pierce Health, который показывает как раз уровни намеренные, да, вот до Spock 2 он намерил в данном случае по всем классам сейчас, у него примерно 7% потерь намерилось. Вот, значит, ну, теперь покажу, какие гибкие возможности есть. То есть мы говорим, что мы, может быть, хотим не весь трафик переносить, мы оставляем здесь дефолтную 20. А когда я это делаю, можно прямо зайти, посмотреть, что вот на все CPE-шки поехала новая политика, и она сейчас применится. Вот, но я хочу сделать гибко, да, каким-то образом. Значит, я укажу, создам аксесс-лист, в котором скажу, что вот этот IP-шник 192.168.91.5, VLC-сервер, там 5 или 10, точно 5, да? Вот, значит, в аксесс-лист я вставляю в N3.0 source 9.1.5, destination, ну, собственно, пень, теперь весь трафик идущий, с 91.5, куда угодно. Протокол я указывать не буду, хотя можно было бы указать UDP. Да, мы будем матчить, как бы, этим отцелем. Отцель применяю, и применяю теперь этот отцель к новому классу. То есть я хочу сказать, что у нас есть дефолтный матчер, который сейчас примерно ко всем CPE-шкам. Я создаю здесь новую запись, которую говорю, что VLC, к нему я применяю аксесс-лист VLC, и теперь весь трафик, который матчится этим аксесс-листом, мы будем назначать в трафик класс номер 2. Сохраняю. Да, но тут видно, да, что дефолт первый, нам нужно его перетащить в конец, чтобы он стал последним. Но в таком виде оно будет работать. То есть трафик матчится в VLC, попадает в класс 2, а все остальное пойдет в класс 1. Реплаим. И нужно создать какую-то глобальную политику, где сказать, что делать с этим классом 2. То есть класс 2 у нас будет называться VLC. Для него дроп-левел я определю 1%. Что-нибудь впишу в дилей джиптер, какие-нибудь минимальные вещи. Дилей тоже может быть не так принципиально, мы что-то дилей не добавляем. И теперь, когда у нас уровень потерь достигнет 1%, мы именно этот трафик в VLC будем переключать. Значит, как мы это будем проверять? Ну, собственно, сейчас все идеально, да. Попробуем. Ну, собственно, переключение уже произошло. Так, значит, я, наверное, отключу потери. Можно будет убедиться, что переключение, что с точки зрения измерений у нас все измерения показывают сейчас 100%. Ну, да, сейчас вот поднялись до 100%. То есть сейчас с каналом все хорошо, используется основной путь. Можно, кстати, посмотреть вообще историю работы каждого ВАН-канала. И вот у нас такие графики рисуются, где видно, что вот конкретный ВАН в какой-то момент времени суммарно по всем керам, то есть вот мы тут в лаборатории что-то делали, да, и он по каждому ВАНу строит график, что вот по ВАНу первому было все плохо. В будущем мы еще сделаем такой агрегированный график, который покажет, что по ВАНу такому-то было плохо, по такому-то плохо, а суммарно мы покажем такой уровень здоровья всего, ну, как бы, суммаризированного ВАН-канала с учетом качества. Вот, значит, сейчас, ну, наверное, я просто еще раз покажу, что есть видео, я включаю потери, включая там те же самые 5% потерь. Видео должно мгновенно начать рассыпаться, да, вот есть проблемы, и все, оно восстановилось. То есть мы переключились на новый канал, но тут достаточно быстро произошло, это там до нескольких секунд у нас все вернулось в норму. Так, на этом, на самом деле, в части мониторинга все. Я единственное хотел показать еще пару вещей, связанных с новым функционалом. Покажу суперкратко. То есть первая вещь, которую я хотел показать, это обновление ПО, мы его не показывали. Нужно найти ЦПЕшку со старым софтом, по-моему, это Spock 2, насколько я помню, или Spock 2, да? Мы специально принесли ЦПЕшку, где у нас старый софт. Вот, значит, как это читается? У нас на ЦПЕшке есть для партиция. Партиция первая сейчас имеет текущий лабораторный софт, да, достаточно более-менее актуальный. И есть какой-то совсем старый софт, который остался на второй партиции. У нас загрузка происходит всегда с какой-то определенной партицией, а обновление происходит таким образом, что мы обновляем другую, не текущую партицию. То есть как происходит обновление любой ЦПЕ? Есть кнопочка Actions, Upgrade ЦПЕ. Если администратор системы загрузил в контроллер прошивку, мы здесь загрузили вот нашу 1.0.0, мы нажимаем Upgrade. Ну и, собственно, стадии загрузки состоят из этапа скачивания прошивки для ЦПЕ. На этапе Upgrade она будет применяться на второй, соответственно, не использующийся сейчас раздел. После ребута мы ставим флажочек, что надо грузиться с того раздела, который заапградится. Ну и, собственно, в конце мы увидим, что если она смогла загрузиться с новой прошивки, она это сделает. Если окажется, как мы вот тут вчера тестировали и случайно вынули питание в процессе обновления, то он не будет грузиться, собственно, с закарабоченной прошивки. Он загрузится с той, которая работает, и, собственно, продолжит работу. То есть Upgrade, выключение питания в процессе Upgrade, как показала практика, это абсолютно нормальный кейс. Ну и финально, наверное, что могу показать. Это интерфейс диагностики. Тоже он не так давно появился, но он очень хорошо помогает работать и диагностировать какие-нибудь отказы. То есть, например, хочу я на хабе 1 проверить, а вообще с какого адреса у меня идет трафик. То есть я запускаю TCP-дамп, знаю, что у меня на лане, то есть до шифрования у нас весь трафик, идущий в overlay до шифрования, можно, например, посмотреть на интерфейсе WarGuard Data. Никаких больше фильтров не ставлю. Пишу exec и вижу, что вот с этого IP-шника у меня идет трафик на мой хост, на такой-то порт. То есть это все можно было бы сделать иначе через параметры безопасности. Но я уже говорил, что сегодня у нас сетевой день, мы поэтому про фарвольные правила говорить не будем. Это открывает новую фарвольную сессию, это можно увидеть, но с точки зрения сети вот и есть интерфейс, которым это тоже увидеть можно. Ну или, например, по пингую. Что можно по пингить? Ну вот можно по пингить через LAN, тот самый хост. Ну то есть тут, наверное, ничего. Можно выбрать, с какого интерфейса пингить, но в данном случае на один тут все понятно. Ну и так далее. То есть тут есть механизмы по пингой, потрессорить, посмотреть арпы, посмотреть, где спилизе. Можно посмотреть там биджи-пишных соседей. То есть, ну, как бы, все эти механизмы диагностики достаточно стандартные. Так. Посмотрим, загрузилась ли ЦПЕ-шка. Ну вот она ушла в ребут. Так, ну, вот вроде она приехала, собственно. Все онлайн. Да, версия как положено. Основная прошивка стала первой. Как и предполагали. Наверное, стоит перейти к вопросам тогда, да, дальше? Первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, про принцип настройки ЦПЕ. Как создаются конфигурации и доставляется на ЦПЕ? Есть ли какой-то групповой шаблон, либо изменение конфигурации нужно делать на каждой ЦПЕ? Ну, попробую ответить. Значит, ну, мы, естественно, изначально подходили к разработке с учетом создания шаблонов. Значит, на что есть шаблоны? Первое, есть шаблон на модель ЦПЕ. Это означает, что когда мы создаем ЦПЕ, мы выбираем определенную модель. Она сразу возьмет нужное количество там, ну, собственно, аппаратные характеристики. Ее там, например, количество портов. Это самая основная характеристика, которая будет. После чего на эту модель нам нужно будет применить какие-то уникальные вещи. То есть уникальные вещи – то, что мы не можем шаблонизировать, такие вещи, как там IP-адресация, например, на LAN, на WAN. То есть если прям совсем нужно попытаться как-то автоматизировать развертывание LAN-ов, WAN-ов, то у нас, в принципе, есть наша внутренняя библиотека, мы ее, в принципе, можем распространить по автоматизации через API и создание различных настроек. То есть наши все стенды, они, на самом деле, через API разворачиваются достаточно быстро. То есть, ну, скажем, весь наш CI – это разворачивание большой инсталляции за течение минуты. Но для того, чтобы это было удобно делать из UI, есть вот первый шаблон – это модель ЦПЕ. Второй шаблон – это все, что я показал, связанное с качеством трафика. То, что применяется на всю сеть сразу, да, там есть дефолтные настройки, можно вот все по качеству, можно поменять сразу на всю сеть, аксесс-листы и так далее. Значит, и сейчас третье в разработке есть… Ну, сейчас не покажем, да, как раз на следующем семинаре, когда у нас будет… Я надеюсь, мы покажем семинар по security-оркестратору и всяким секьюрным вещам. Мы покажем шаблоны правил Firewall. Вот. Все остальное мы пока не придумали, что еще можно сделать. У нас нет ничего больше не уникального. То есть все, что у нас есть не уникальное, у нас уже либо автоматизировано, либо шаблонизировано. Все остальное, такое как вот IP-адресация, VLAN, да, это такие не уникальные вещи. И как бы у нас пока нет идей, как это лучше как бы шаблонизировать. Да, то есть если как бы скажете, как вот надо вот прямо вот так, мы посмотрим и скажем, да, есть ли смысл делать так у нас, или может это у нас уже есть. Да, то есть вот если кратко, то да, шаблоны есть, но конкретные, да, вот те, которые я сказал. Есть еще вопросы? Да, вопрос есть. Спасибо. Следующий вопрос. Сколько времени сеть может работать без контроллера? И может ли произойти такая ситуация, что сеть работает без контроллера, и в этот момент произошла смена ключей шифрования, и все развалилось? Ну, идея у нас изначально, мы когда разрабатывали решение, сразу сказали, решили для себя, что контроллер не должен быть отказоустойчив, там, ну, то есть там не должен быть шесть девяток, да, в его отказоустойчивости, ну, потому что это единая точка отказа всегда, да, и его отказ как бы не должен приводить к тому, что сеть сломалась. Поэтому мы предполагаем, что контроллер может быть, ну, почти сколько угодно недоступен. Почти что означает? Значит, первое, если есть BGP, то я, как и говорил, да, изменения BGP, они должны через контроллер пройти. То есть BGP, как бы, пока он стабилен, да, сеть будет стабильна. Если в BGP что-то поменяется, контроллер нужен. Ну, и там какие-то очень сложные специфичные отказы только через контроллер могут детектиться. Но, в принципе, самые стандартные отказы, там, да, вот, скажем, отказ хаба, да, мы без контроллера вполне себе решим. Значит, что касается ключей, не гастовая версия. У нас ключи, как бы, ключи из два типа. Есть ключи, не перманентные, как это называется-то, сессионные ключи, это временные, да, которые вырабатываются в протоколе WireGuard в момент хендшейка двух ЦПЕ. И есть ключи, там, открытые, закрытые, которые заранее нужно провести. Вот те, которые нужно заранее провести, да, чтобы стороны друг друга аутентифицировали, они в негостовой версии у нас могут жить вообще бесконечно. Мы их никак не ограничиваем по времени. И, там, ну, единственное, что можно, это если вот очень уж надо, можно их поменять. Вот, но в гостовой версии они ограничены временем полтора года. Поэтому, в теории, если за полтора года, как бы, да, у вас, и у вас есть время есть для того, чтобы ключи поменять. А сессионные ключи, они синхронизируются между двумя ЦПЕ конкретными. То есть, ну, одна ЦПЕ открывает WireGuard соединение к другой ЦПЕ, аутентифицируется вот на постоянных ключах, которые живут полтора года, и дальше создается ключ, который живет, по-моему, 180 секунд, но он вырабатывается между двумя ЦПЕ, для этого не требуется участие никаких других сторон. Окей. Есть что? Да, следующий вопрос. Сколько туннелей может держать хаб? И сколько СПОКов может быть подключено к одному хабу? Ну, тут такой ответ, наверное, будет. Есть теоретический предел, это 10 тысяч. Это то, что мы закладываем в разработке нашего решения. Это вот максимально возможное, то есть мы переменные все подстраиваем под значение 10 тысяч, больше точно нельзя. Больше 10 тысяч в одной инсталляции нельзя. То есть нужно будет ставить другой контроллер, отдельные хабы, да, если нужно больше. До тысячи, это такое, ближе к практическому пределу, это то, что, ну, хоть как-то аппроксимированно тестировалось, да, то есть то, что можно, один контроллер, то, что выдержит в рамках одной виртуалки. Если больше 1000 ЦПЕ, нужно будет контроллер разносить на несколько виртуалок. Вот, ну, то же самое, ну, по хабу не то же самое, да, но хабы мы изначально считаем, что они более масштабируемые, чем контроллеры, потому что они меньше задачи выполняют. Вот, то, что прям тестировалось, это до сотни, то есть до сотни, без проблем. Тут надо сказать, что основная даже проблема будет, ну, то есть с точки зрения хаба, основная проблема здесь будет память, да, его объем памяти, который выделяется на создание туннелей и на количество маршрутов в сети, там сейчас, ну, то есть память на ЦПЕ-шке 8 гигабайт, стандартная наша, на стандартной самой ЦПЕ-шке, там туда достаточно много маршрутов влезет, достаточно много пиров, то есть хабы можно вообще ставить, там, ну, огромный сервер поставить на 128 гигабайт оператива, и туда, ну, прям, влезет много. А контроллер при необходимости масштабируется горизонтально? Ну, контроллер, как сказать, в тех инсталляциях, которые мы планируем на больше, чем 1000 ЦПЕ, да, мы рекомендуем все-таки, если есть возможность, отмасштабировать решение, поставить, ну, там, 2-3 решения рядом, да, чтобы закрыть, ну, там, чтобы не плодить несколько виртуалок с контроллером. Тогда вот одна инсталляция 1000 ЦПЕ – это вот самое оптимальное. Ой, ну, спасибо. Так, последний вопрос, коллеги. И, соответственно, при туннелировании дата трафика, если была у трафика метка DCP, и будет ли эта метка копироваться во внешние эти заголовки, добавляемые в дата пакеты, при упаковке в туннель? Ага. Ну, значит, первое. Классификация у нас, я уже говорил, мультифилд, то есть мы не только под DCP классифицируем, мы классифицируем по большему количеству признаков. Соответственно, метка, которую мы запишем внутри шифрованного хедера, внутри нашего, это МПЛС-метка, она не равна DCP-хедеру, потому что, ну, как, тут очень много было бы, как бы, да, вариабельности здесь. То есть у нас есть ровно 7-8 МПЛС-меток от 0 до 7. Это то, что мы запишем в МПЛС-хедер. Ну, эта метка равна в точности тому номеру класса, который мы присвоили, как бы, как классифицировали трафик. Значит, теперь по внешнему хедеру, это отдельная тема для обсуждения. Это отдельная, как бы, у нас это отдельная фича, ее пока нет. И она еще, на самом деле, согласуется, должна быть согласована с фейсбек в части Гастовой, потому что из прошлых обсуждений копирование внутренней метки во внешний заголовок нарушает режим, как бы, обработки информации, потому что злоумышленник может, создавая IP-трафик с меткой, как бы, злоумышленнику, который будет потом смотреть шифрованный трафик через это битики, да, битики, IP-президенс, битики, DCP, передавать информацию в теории. Вот, поэтому, можно ли так сделать будет в Гастовой версии? В принципе, я пока не знаю, да, но в НЕ Гастовой версии, теоретически, это сделать будет можно. Мы эту задачу планируем делать в начале 22-го, когда у нас будет такая большая тема по косу, которую мы будем делать. Спасибо большое. Коллеги, спасибо вам большое за ваши вопросы. Если вопросы кончились, у меня два слайда осталось, давай я их допокажу, и мы закончим. Если вопросы еще будут, там, вбрасывайте, да, еще пару минут есть. Можно еще мой экранчик показать? Видно, да? Ну, собственно, что дальше? Да, спасибо всем за внимание, я надеюсь, было интересно. Мы старались рассказать что-то полезное технически, да, и, как бы, если вам решение нравится, если вы хотите узнать о нем больше, первое, можно с нами связаться, вот здесь почта на экране, с диваном собак и бизон. Дальше мы покажем, расскажем, мы можем дать железо на пилот, проще всего, конечно, дать виртуалки на пилот, тоже можем это сделать. У нас есть наш стандартный пилотный стенд, который у нас развернут, как система управления. Виртуалки можно развернуть и вас, можете их оттестировать, это прям делается на раз. Вот, ну и, собственно, если вам не хватило информации, у нас был технический вебинар до этого, да, мы рассказывали о решении подробно, вот можно в него зайти, да, ну, или пришлите на почту, мы вам ссылку скинем, там прям про решение рассказывалось. Ну, собственно, всем спасибо, да, спешите, да, расскажем что-нибудь еще, нам всегда интересно пообщаться. Спасибо за ваше внимание. Спасибо.